Вот, и фишка то, что когда мне вот... Вот, и, короче, мне написали, я посмотрел, типа, все артисты, смотрю, Мурген Шестерн, думаю, блядь, что это, кто это, нахуй, я слышал, он там, что на кого-то въебался, что-то все дела, вот, и тут мы с ним видимся, он приезжает в кафе, просто худющий, прическа каре. А, точно, да. Такой входит во всем черный, пиджак. Водолазка, водолазка, черный пиджачок, брючка. Вот это вот, хуйня. И самое что, я удивился, что человек адекватно общался, типа, я такой думаю, ничего себе, вроде в интернете такой, типа, блядь, блядь, а тут нормально общается, 800 тысяч без договора дал, типа, на Форде Фокусе просто. Да, просто, чел приезжает на Форде Фокусе, блядь, сука, говорит, дай 800 тысяч наличкой, без бумаг, без всего, завтра клип. Я такой, блядь, это типа, вот в Москве вот так наебывают, типа, или что нахуй? Такой, ну типа, ладно, на нахуй. Человек прилетел в Москву, хуй, приехал. Пиздец, на, блядь, и все, и на следующий день начинаем видео. Кстати, а ты будешь слышать... А я, когда пришел на площадку, я просто про Саню тоже хочу рассказать. Я пришел на площадку... Чтобы вы понимали, Сань, пожалуйста, секундочку, чтобы вы понимали, мы однажды с Санькомычем не попиздились на площадке. Сложно, слишком, это уже слишком, это уже далеко, это уже далеко. Да, понятно. Все, кто был... Короче, я прихожу на площадку и так, типа, переживаю, что там много народу, что-то все, что-то раскладывают. Короче, я такой, типа, думаю, так, а что делать там как-то вот, ну еще у меня какой-то такой мандраж. И мне, я говорю, а вот что мне там делать? Мне говорят, ну иди спроси у режиссера, типа. Типа, я представляю, понял, режиссер там, какой-то вот такой вот мужик. Ну как Худяков. Кепки с усами там, да, серьезный, типа. И мне говорят, вон режиссер, типа. А я смотрю, пацан какой-то стоит. Я думаю, ну не может это быть он. Ну не может. Не может это быть он режиссер, типа. Да, да, да. Я подхожу там где-то, Саня, Саня, я такой думаю, да нет. И его ищут Саня, ебать. Он мне говорит, Саня. Да, да. Слушай, я, наверное, в Дискорде делаю трансляцию этого, да? Да, в Дискорде сделаю трансляцию обязательно, чтобы я актуально получал информацию. Ну чтоб ты, да, смотри. О, все. Ага. Ну шо? Ну и вот. Тот самый съемочный день. Я отдал 800 тысяч, я не знаю, кому нахуй. Это первое мое видео с Фрами Таймером. Я вообще не знаю, как он работает, как он вообще, как оператор. И вот как оно все и было. Летс го. Все. Она плейбей. Блядь. У кого волосы отлично? Глиб с Рилпилом и Егором Кридус. Запреток нет? Не. А, господа модеры, если запретки есть, пожалуйста, скажите мне. Андрюха есть, нет? Мы его и не поверяли даже. Да. Сейчас. Сейчас можно запустить. Но это настолько охуенное видео, что я готов побыть в бане несколько дней. Но я хочу посмотреть. Там не навсегда банят? Ну за что банить-то? Но я был маленький глупый мальчик, блядь. Хуйню всякую нес. Правильно? Давай гол. Давай. Гол, гол. Летс го. Блядь. У кого волосы отлично? Клип с Рилпилом и Егором Кридус снимаем. Если вдруг станет шлем, это комплимент. Представляешь, что ты сникерс? Вылезает третий глаз. Наркотский не укрепляет? Не укрепляет. Наркотский не укрепляет. Здравствуйте. Тутун, тутун, тутун. Листы красят. Ёбал. Грейская прическа. Как дела в Москве, эмля? Не подинамил. Ёбал. Это здесь мусорские. Вот это Самара. Привет. Там я останавливался. Наркотский не укрепляет. Меня зовут Вильшер. И у меня вылезает третий глаз. Потому что я пос... Светил себе. Ёб твою мать, красотища какаа. Я в Самаре. Смотрите, как красиво. Красиво? Что же я делаю в этом прекрасном городе Куйбышеве? Я еду в Москву на машине. Проездом. Пьюте. Вчера не пил, нет? Я не пью уже месяц. Маска какая, что ли? Прикиньте, пацаны, месяц не пил тогда. В смысле? Я вот в то время не пил три месяца. Прикинь? Рекордная тема. Прикинь нахуй. Ребят. Вот, то есть я приехал в Москву, вот такой веселый охуенный был, но не пил. О, пишут 5.37 за предка. 5.37. Давайте, Сань, если что, если я забуду. 5.37. 5.37. Угу. И прикиньте, три месяца не пил, чуваки, три месяца. Я сейчас, если и с утра не выпью, я в охуе, блядь. Давай, Сань. Вчера я выехал из Уфы, ехал 5 часов, остановился в Самаре переночевать. Осталось только найти тапочки. Просто в машине намного удобнее в тапочках ехать. Impossible. Поэтому пиздим тапочки. Типичный русский турист. И до Москвы мне осталось еще 15 часов. Хуево знает, как это вообще вывезти, но как бы пути назад уже нет. Тут вопрос, а нахуя же ты едешь на машине в Москву? Ну вы же прочитали название видео, да? Да, как бы мы вот клип с Трилпилом и Егором Кридом снимаем. Себя как сука, ведь сука-сука. В Гландии мне толкали кекс. Я захотел побороть этот кейс. Вся твоя музыка 10 рублей. Бегу на сцене и я хочу есть. Кстати, извините, я перебью вас. Я помню то, что мне когда сначала прислали песню. Трилпил, верни долг. Мне когда прислали песню, я написал сценарий. Мне так песня типа понравилась. Он написал сценарий типа туда-сюда. И мне потом говорят, ну вот у нас типа бюджет типа 800 тысяч. Я такой, снимаем в ангаре. Черным. А я хочу, чтобы моя машина снялась в этом клипе обязательно. Потому что это тру, блядь. Это я, я такой и есть. Я настоящий, искренний. Я тем более читаю в треке про белый Мерс. А еще после этого клипа мой Мерседес станет вообще, блядь, легендой. И тогда я его так дорого продам, нахуй, или разыграю с такой дорогой рекламой. Понимаете, да, насколько эта машина легендарная? Сначала новый Меринг клип мой, который почти 20 лямб набрал. А? Другой. Вот оставь на этом кадре. Что? Другой, блядь. Теперь этот клип. Что? Другой. Ты этого все кто, блядь? Который, я думаю, еще больше не берет. Это довесил 7... С 2, нахуй. Представьте мое удивление, когда я думал, что приедет вот это. И приехал вот это. Кто хочет быть спонсором розыгрыша этой тачки? Пишите на почту. Тинько, давай, с Давидовичем разыграли, с тобой разыграем. Бля, я, наверное, скорость все-таки поменьше поставлю. Слишком, слишком охуенно. Да, я не тормозил. О, привет. А мы тут ничем таким, блядь, не занимаемся. Просто готовим... Готовим... Такую маленькую, блядь, пушечку. Чтобы разорвать ебла. Всяким этим. А вы помните, какие-нибудь вообще фокапы у нас были тогда? Вот в этот момент какой-то... Какой-то прям вот трэш. В этом клипе? Я помню, нам дали 18 плюс за то, что ты девчонку... Да, ну сразу сняли. А, сняли, да? Да, точно. Ты себя нормально чувствовал, Саня? Там? Нискомфорта не было? Я хочу сказать, что это вот... Это же первый момент взаимодействия с Алишером. И это вот первый взаимодействие все равно есть небольшое, знаешь, вот этот этап принятия, когда ты пытаешься почувствовать человека, понять, типа, как с ним работать, на что он как реагирует. Ты за кадром еще не болтал, не общался с тобой? Я не помню, но мне кажется, что вот в первый вот в этом, там, бэкстейдж, я, так скажем, мало этого проявлял, потому что я не понимал, а можно это делать или нет. Короче, прикол в том, что Алишер вообще один из первых людей, с которыми я работал в плане блогерства, который мне говорил, типа, делай, что хочешь. И у меня первое время прям башню от этого сносило. Типа, я такой... Да нет. И ты стоял на месте, типа. Да, ну, короче, и когда я начал понимать вот после первого раза, когда мы с ним работали, что, типа, он просто дает мне свободу, пиздец, творческую, типа, делай, что хочешь. Вот на втором, по-моему, это уже после была с кокой, да? О-о-о, что же это? Вот там, вот там я уже, типа, ну, типа, раскрываю... И вообще, вот по всем этим бэкстейджам, если смотреть, то с каждым бэкстейджам я, типа, наращивал вот эти мясные обороты. Бля, сколько нас все смотрит, интересно? 17? Сори, нихуя к себе, блядь. Вот вам делать нихуя, пацаны. Ну, конечно, не как у них как лая, но тоже пойдет. Бля, котами, разгони за ебал. Обычные люди. Все, блядь, уезжаем? Да. Вырежем, нахуй, Юра. Бля, что за сюр, блядь? Моргенштерн, Крит и Трилпил сидят за одним столом, блядь. В Москве. Что за пиздец? А Юру Данилову никто не заметил, всем похуй. Да, блядь. Как и обычно. Клиник, сука, хочет телек. Блядь, помнишь эти хуи? Я тебе говорю, блядь, надо отдельно снять, надо их отдельно снять. И сработало. Да, я помню. А еще, блядь, дурак, что я говорю, ну ладно, снимем, потом все равно не вставим. Вот эти штуки. И ебать сработало. Да. Кстати, ты первый вообще, когда я работал, ты предложил тебе такую историю, что отдельно снять... Эх, хербекки? В итоге ты стал это использовать во всех. Постоянно, да. Ей-ё. Я вообще... Есть момент такой, я недавно с кем-то разговаривал с Данилой Горилой, то ли с Азисом. Данилой Горилой, респект. И сказал такую тему, спасибо за бицепсы, Данилой Горилой. И сказал такую тему, что Алишер это фабрика звезд. Типа все, кто так или иначе общались с Алишером, сейчас имеют какие-то позиции. Где-то в медиа и что-то делают. По факту. Общайтесь со мной. Где Трилпил? Дорого стоит. Так что чат, чат, вот общайтесь с Алишером прямо сейчас и вы подниметесь в жизнь. Данила Горилла. ТОП. Глент, тиськи-то отыли. Голые сишки? Я никогда не видел голые сишки. А можно шапки? Почему у вас так на красивые? Потому что мы слитки золотом. О, а после? А после Саня начал использовать деревянные слитки золотом. А это тоже деревянные, бро. У меня получается... Нет, это... Осуждаем. Лучшие девочки, обожаю их. Нормально. У кого волосаты сиськи? На самом деле, я думал, они будут похожи как на золотых, но они будут похожи... Просто на коричневких девчонок обмазаны краской. Как будто обусанные. Звучит как раздел в порно. Осуждаем. Как вам такой контент? Русь! Короче, самая моя приятная поездка за рулём была из Уфы в Москву Это было так красиво А, вот всё, Сань, ты есть Всё есть Ты меня отрубил вот так вот люди и живут на руси блин горжусь как дела в москве блин вопрос почему почему не могу и а мысли один ладно ладно в общем трил пил я переводил трилл это типа триллера пил таблетка триллер таблетка нет перевода этого имени но я был другой никнейм я с 11 лет 100000 рублей не меня это пиздёшь мне сказали хорош респект саньку маленький пунжи твои выкупи короче если честно я думал я думал что хуйня какая-то посмотрите по полиэтиленки висят на камере то есть да выглядит просто сочный это реклама снился блять не курить пока не было не было не было чуваки вся табачная продукция вообще не стоит того чтобы вы ее табачили блять ты представляешь реклама рекламарова не хочешь песню про рекламировал снюс в грустной песне бля что я сейчас хочу подложить песню хоп мусорок не шеи мне срок машина дингера иголочку сломала так что а где запретка мне что-то все писали писали про запретку не 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 я там не было это мне было всех понятых блатных да и тебя мусор я в гробу и дал окраски второй раз за день уже ну че вы занимаетесь в смысле по жизни музыкант наркотошку не устремляю не устремляю пацанами сначала про бухло потом про наркоту да уж вот так вот с такой внешностью постоянно к проверке а мы против употребления сейчас будем искать мою спутницу спутницу в клипе мне нужна эскрана мне нужна прям сучка девять сорок один говорят встаньте сучки мрази твари мой первый кастинг как волнительно ты высокая ты открытая девочка без комплексов я просто ходил и оскорблял тёмок или что никакого отношения к реальным девушкам мы говорили про образ в клипе все-таки в куплете свою девушку в конце битва ебало Мне бы балбить не надо. Слушай, а вот это уже... Это комплимент. Спасибо. Давай, мы с тобой работаем. Конечно. Все, класс. А вы уважаете пупики, пацаны? Я не знаю, что. Сратые видосики, да? Сратые видосики. Бисьма нас вместе, или на мне светят цепи, бля. Это плачет ректор Мерседес, бля, бля. Помнишь, что ты сделал? Здесь где строго пера. Так, вот сейчас запретка говорят, поэтому я мотаю. Просто все нахуй. Ой, кто же это к нам идет? Знаменитый сегодня. Сейчас у меня там помощник дежурного. Что надо, подписать? Пошел снег на улице 0,5 градусов. Вспоминаю ту фуру перевернутую. И еду. Это монтаж. Подмети их, и я тебе подскажу, что делать, чтобы ты эти бабки забрала себе. Вот так. Вот так, декодинг, гениус, гениус. А я думал, бич, мой лав, бич. Вот скорее всего, бич, кстати. Просто я тебе скинул старый текст, а я зачитал бич. Надо было клип снять, где он реально накрал на кровати, крутит говно. Эмбер, черт. Я просто юбил. Собакой ты просишь, Костя, или будто собаке? Самое, знаете, что самое сложное? Вот ты пытаешься, приходишь на площадку, пытаешься поработать, что-то там, знаешь, ну, у тебя там куча людей, ты что-то пытаешься как-то это. А тут просто сидят и говорят, как крутить говно можно говорить? Нет, Сань, я считаю, что это еще несложно работать на площадке. Вот когда я раскрываться начал, тогда уже сложность повысилась. Когда раскрылся прайм-теймер, когда у меня сложная сцена, там 50 человек, а он мне в карман подсовывает огурец и снимает интервью, почему у меня в кармане огурец. Вот это было жестко. Это так отступление. Я вижу, у тебя в руках деньги, верни долг. Я же говорил еще в самом начале, что где-то здесь мусорские. Вот и они. Давайте, короче, так, если это видео собирает хотя бы 4 лайка, мы с... 700... 750... 30... Ха-ха-ха, охуеть. Стрел пилом идем пиздиться в ринг. Ладно, давай. Самое время, ребят. Выходи. Е-е-е-е. Все, 4 лайка с вас, 4 лайка. Не, ну если наберете хотя бы 5 или 3, то жду. Спасибо. Всего доброго. До свидания. На этот раз ни алкоголь и ни наркотики. На этот раз скорость, блядь. Но не та скорость, из-за которой, как вы думаете, я похудел. А скорость машины, р-р-р, блядь. И, кстати, я что подумал. Ибо ты быстро бегал. Так, короче, допустимую скорость, очень много камер меня фоткает по пути в Москву. И мне, короче, стало интересно, сколько составит общая сумма штрафов на моем пути из Уфы в Москву. Я всех собрал за столом, чтобы узнать, сколько же штрафов мне пришло за мой путь. Давай та самая кальяна. Какие ваши ставки, господа? Я ближе к сотке. К 100 тысяч. Ооо, Рустам. Рустам. А я, кстати, не помню. Ты сказал уже? Что? Сколько штрафов? Нет, я точно не сказал. Саня, ты помнишь, сколько там было? Нет. Вот я вообще не помню. Давайте попробуем. Давайте угадайте, сколько в рублях штрафов. Ты что, по-моему? Сколько в рублях был штраф за мой переезд? А какое расстояние было примерно? Бля, ну 15 часов езды это сколько? 15 часов? Ну это, наверное, тысячи и полторы. Ну, полторы километра где-то, да. Я думаю, тысяч 25 это максимум потолок. Поверьте, я знаю про штрафов и все. Поехали. Давай. Первая загрузка может занять на двух минут. Давайте попробуйте угадать, короче. Напишите в комментарии. Прямо сейчас. А в конце я посмотрю в своем приложении на телефоне. И узнаем, сколько же я задолжал нашему государству за то, что люблю быстро ехать. Как вам такой переход? Сегодня у нас будет обзор на площадку. Мы сюда, вы знаете, снимали сами. Никогда не прибегали к помощи команды. Вообще ничего подобного никогда не было. Для меня это немножко в диковинку. Думаю, для вас тоже. Поэтому небольшой обзор площадок. Видите, какая камера? Видите камера? Я клип вот так снял на телефон, на Самсунге. Так много красивых девочек в одном месте никогда не видел. Смотрите, там фонарь стоит. Видите? У нас фонарей никогда не было. Люди несут что-то. У нас не было людей, которые несли что-то. Там стоит грузовичок. Которым как бы что? Что там, ты не знаешь? Электричество. Электричество. Вы прикиньте, как это? Скорая запретка будет, если что, сразу говорю. Что? 18.43 и 18.50. Что-что? Саня сказал первое слово там. Какое? Ничего он не сказал, блядь. Он сказал там, уууу. Электричество. Вот электричество. Осуждаем электричество. Осуждаем. Мы за здоровье планеты. Короче, вы прикиньте, как охуел челик из Уфы, который снимал клипы на телефон, когда приехал на площадку, где есть гримеры, режиссеры, операторы, свет. Скейтеринг, похавать. Похавать. Туалет. Туалет, блядь. Блотые девчонки. Пизда. Челки, блядь. Ребят, чтобы вы понимали, у нас на Вартандре туалета не было в поле. А тут был. Что? Был. Видите, что грузовичок с электричеством. Это на случай, если в ангаре пойдет дождь. Много проводов, много проводов. Здесь ребята обучаются кемпингу. На самом деле, это раздевалка, да? Там тепло внутри. Все, значит, если еще отдыхать, можно там. Листы красят, еблок. Стой, а еще раз. На какой минуте? 18, 43, 8, 50. Напомни поближе к этому. Да? А то я прыщал и чуть-чуть. И еда. Сейчас, все сладко. Раньше никогда не кушали, никогда. Вот сейчас я впервые покушаю на съемке. Но я думаю, пора. Профессиональный вкус. Чувствуется подход. Кушай, я думаю, пора. Что сказать? Ну, давайте посмотрим на результат. Это как бы клип с профессионалами и большим бюджетом. Мы никогда не снимали ничего подобного. Большим бюджетом, чувак. Большим. Большим. 800 тысяч, нахуй. War Thunder сколько стоил? 10 лямов, нахуй, стоил, блядь. Ну, 800 сейчас у меня зарплата примерно. Пизда. Это машина толчевок. Дима Гордей, твои выпуски хуйня. Да ну, это и правда туалет. Все, короче, официально заявляю, это лучший клип, в котором я делаю участвовать. Пошел включить машину. Доброе утро. Если вы следите за моим инстаграмом, то вы прекрасно понимаете, где я. Время 10 утра. Это очень-очень рано. Но, тем не менее, я смог встать. А пера... Блядь, я ж тогда не пил. Что со мной, блядь? Блядь. Съемочный день сегодня начинается с 8 утра. В 8 уже собирают площадку. Какой вы переход вам, блядь, сделаете? Что это за площадка? Я в лошадь не ебу, блядь. Это вообще когда было? Я хэ, ахуеть, да? Если хотите послушать это вживую, приходите на наши будущие концерты. Я, блядь, с чистым сердцем. Хиты только разъеб. И ты с ним покупай. Не, с хэми. Ну и я там тоже. Иди по ссылке в описании. Киев, Одесса, Уфа. Москва, Киев. И это что, покупай? А для моих земляков 11 декабря со всеми предс... То есть если я, допустим, тебя в один момент за горлок, вот оно, не удивляйся. Договорились. Договорились. Все, супер. Хорошо, что мы нашлись. Сработаемся. Мне, конечно, нравится, когда меня госпожой называют. Сегодня ты, сучка, падаль, мразь. Я даже почистую. Обсуждаем. Хорошо, мы сработаемся. Если вдруг станет член, это комплимент. Представлю, что там снится. Охуенно, блядь, здесь работает. Просто это сок, ребят, это нахуй. А я тогда еще на площадках не бухал, да? Он, по сути, не бухал. Что? Что не бухал? Осуждаем, осуждаем. Мы там осуждаем слово. Не, это 100%. Ну, блядь, я был маленький, глупый, дурачок. А чё, москва, ребят? Алиса, алиса. А. Чуть-чуть вперед нажми стрелочку. Один раз промотай, там запретка была. Всё? По-моему, мне показалось, да? Гоу. Вот, собственно, все, что я беру с собой на съемку. Ну, на всякий случай, я смотрю. Цадский. И защиту. Потому что там будут очень красивые девочки. Вот. Молодец, что. Кстати, да, я расстался с девушкой, если вдруг вы не знаете. И большая просьба, относитесь к этому проще. А? Какая девушка. Камон. Это же всего лишь жизнь. А, ну, ещё беру с собой парочку версачей. Вот такие. Нам пора бросаться. Это на рынке? И черные, и синие. Опять же, ну, это всего лишь одежда. Ну что, что мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем что? Делаем грязь сейчас. Я могу сделать сальто с руками. Пиздец. Руками? Мои знают. Мои знают. Мои люди. Мои люди любимые. Они знают всё. А если вы не знаете, что это моя настоящая фамилия, да, то... Ну, вот теперь знаете. Ребят, готовы? Пар идёт изо рта. Пар. Холл на пиздец. Холл на пиздец. Вот этот вот. Ебать, я сейчас так чуть за фриточку не дал. Короче, вот этот молодой... Прости. Вот этот молодой человек... По-моему, почти все клипы в ангаре... Сань, ну ты что? Почти все клипы в ангаре были настолько холодные, блядь. Настолько холодные. Блядь, это было начало, и ты тогда этого не понял, и потом мы мерзли нахуй еще. Помнишь Ака с Вити Ака ангар? Конечно, конечно. Это пизда. Я, блядь, в чешках, ёбаных в кимоно. Блядь. Это пизда. Минус 30, блядь. Чтобы вы понимали, вот мы снимали ртата. Ну вот зима сколько идёт? Три месяца. И мы попали на самый холодный просто день зимы. Ты в пуховике был, сука. Я в пуховике, я режиссёр, во-первых. Так он по себе и мерил температуру. Соответственно, вот. И почему-то получилось так, что нам подошёл ангар, заброшенный на садоводе. Почему? Да, в котором не было ни отопления, ни света. И помните туалет замороженный с какашками? Ой, какашка может быть? Какашки. Вот. Вот такой туалет был. Это пизда вообще. Здесь было очень холодно. Мы сидели в тачках. Но по меркам других клипов это было тепло. Не, да. Да, нормально. Я просто сидел в машине, по-моему, часов шесть, блядь, пока они там в счёт снимали. Сейчас меняют паши теперь. Сидим сейчас, отдыхаем с моим главной звездой, с которой мы в клипе как бы вот. И немножко так разговорились. Ну, как разговорились. Я позвал её в машину, говорю, пиздец, я тебя хочу. Она говорит, типа, ну хорош, остановись. Ну и дальше как-то разговор пошёл. Я всё сфахую, знаешь, с того, что я вот это всё просто снимал и рассказывал. Это очень удивительно. Как будто бы хочется остановить это всё, типа, да? Через 40 секунд запретка. Через 40 секунд запретка, всё запомнило. А ты можешь обратный отчёт делать? В живую. Поехали. И узнал я, что, оказывается, Алина тоже еврейка. Шарить? И типа, сразу понял. По умным глазам. Слушай, а вот это уже сучка ворожайся. Слушай, а вот это уже сучка ворожайся. Ладно, у нас немножко своеобразные комплименты, ребят. Для обращения внимания. Плэн. Спасибо. Просто забавный факт, что я почувствовал. Почувствовал своего земли. Стой, подожди, а где запрёточка, нахуй? Через 20 секунд. 18, 18, 43, 18, 50 запретка. 18, ага. Так, а и сейчас, смотрите, все там нёрзнут. Пиздец, как холодно. А евреи-евреи от холода спас. Алина Иордан и Алишер Моргенштерн. Две главные звезды этого клипа. Егор, прости, Тимур, прости. Как бы вы сами всё видели. Блядь! О, биск! Угу, промотал, да? Просто в этом салоне. И она меня в прошлый раз так причесала, присушила. Ну, вот так, да? И я удивился, говорю, вау! И подумал, что в клипе тоже хочу вот так выглядеть. Поэтому сейчас залетела к той же женщине, которая меня стригла. И говорю, блес, мам, пожалуйста, сделай мне такие же волосы, как в прошлый раз. Ага, нормально. И вот, теперь поехали на площадку ослеплять всех своей красотой. Так, и переход, переход какой-то нужен. Видите, какой я важный хуй. Приехал в Москву, тебя красит, что-то это, всё за тебя делают. Сидишь, отдыхаешь. Как классно. Я не ещё высокий. Не, я больше не думаю о высоком. Это потому что высокое, это всё просто надуманные штуки. Я наоборот очень просто-просто к жизни отношусь. Я биомусор, я пыль, ничтожество. Всего лишь человек. Бедные девочки, которые будут смотреть клипы. Блин, у них же просто месячные пойдут первые сразу. Взрыв. Мы сразу почувствовали друг друга, понял? Особо дохуй, я тоже не чувствую. А, тоже не рейк оказывается. Как ты выбирал, типа? По взгляду. А, по взгляду? Да. Это романтические истории. То, что было между нами в кадре, это были чувства. Мы не актёры. Нахуй фальш. Он вам пиздит. Не ведитесь вот на это. По взгляду я её почувствую. Нет, чувак, ты не... Да, вот я на самом деле смотрю на себя сейчас и думаю, ебать, чел, ты так объёван, меф, и чем, блядь. Рассуждаем. Это вообще... А нельзя об этом говорить. Это ужасная хуйня. Олешев, рассуждаем же, да? Максимально, чел. Мы осуждаем пиздец. Ну всё, это в GTA 5 РП, как бы, ну, все мы прекрасно. Ребят, сходите в GTA 5 РП. Ну, типа, я вот сейчас начал понимать челов, которые думали, что я жёсткий торч. Хотя вот на этом видео вы видите трезвого Моргенштерна, блядь. Я максимально нормально убью всё. Хуй, знаю. По-моему, у меня глаза бешеные. Вот такие. Так это ты нормальный в состоянии? Так ты первый раз клип снимаешь нормальный. Ну да. Видел, как мы работали? Ты не видел, там был, знаешь, там страдь была. Там была страдь, мальчатка. Мерседа, если вы работали. Настоящий, не иноигрный. Я вот так не сыграл. Она вообще меня не знала даже. Как меня зовут? Сука, хочет денег. И здесь он как черевик, бляхуерит. Чувствуется опыт на самом деле. Молодец, Алишер, таки-то тепло. Всё гораздо легче, чем ожидалось. А не, я пищу, я даже и не думал, что будет вложить. Не, ну серьезно, типа, я вот смать люблю один пиздец. Я пиздец люблю один спать. Я чувствовал, как будто я егусь, я всегда ей говорю, типа, ты домой спать поедешь. Это вообще не нужно, чтобы она оставалась. Ну, вот, да. Я противопоказал. Так, от чём мы сняли? Здесь какая-то рандомная гэрл, чуваки. Собираешь? Не женат. Да, я тоже говорю, домой. Но она, типа, просто делает круг по квартире и... Посыпайте. Да, подожди за дверь и заходите. Либо просите её держать вас за шлем, пока вы спите. Чтобы, если чё, вы почувствовали, да, да, конечно. Не, обычно просто фоткают, понял? Сижу, у меня одна фара, блядь, горит, зачем? А вот теперь их больше. В общем, две не горит, причём? А под... не знаю. Сломалась, наебнулась? Может, он так что-то предупреждает меня, я хуй знаю. Может, наебнулся что-то. Мерседес, стоп. Но я знаю, что эта машина намного умнее меня. Я знаю, что я сам вот не въебусь никуда. Она всегда затормозит. Максимум, что в меня какой-нибудь долбовеп влетит, тададам. А так просто... Мой, посмотри, как блестит, блядь. Рядом какая-то хунящая. Что это, блядь? Сесть, сесть, сесть. Это вообще машина, блядь, нет? И вот какой блестит, смотри, просто... Но как только мне предложат большие бабки, я сразу... Я понял сейчас одну очень важную вещь. Нас уже забанили? Вот Мишель и Твинжер жёстко был против Мерседеса. И он, типа, опускал максимальный их рейтинг. И они не пропали как бренд, только потому что ты параллельно в этот же момент поднимал максимальный рейтинг Мерседеса. Мерседес, подарите мне уже машину, а то вы реально охуели. Я столько для вас сделал, а вам похуй. Мы сейчас пролетели просто с Израиля, нас встречал наш Кент на BMW. Она не завелась! Она не то, что не завелась, она просто у неё вот так всё засверкало внутри, и всё. И у нас застряли наши чемоданы в багажнике. BMW X какой там? Встречал бы на Мерсе, блядь. BMW свяжитесь, или мы сейчас на 17 тысяч вообще натворим такого? Короче, BMW свяжитесь и Мерседес свяжитесь. И будем решать. Да, BMW свяжитесь, чтобы мы вас не хуесосили. Мерседес свяжитесь, чтобы мы вас продолжали боготворить. У меня и Мерседес. Kia свяжитесь, чтобы я наконец-то начал ездить на машинах. Сань, Москве это не нужно. Ладно. Свяжитесь кто-нибудь, мне просто одиноко. Сейчас надо вбить данные машины. Фух, так. Мне даже интересно сейчас. О, вот он ответ, кстати. Чат, сколько я в итоге проебал на штрафы на поездки от Уфы до Москвы? Погодите, а давайте конкурс? Хуярить. Между нами трамя. Не-не-не, пизду. Блядь. А, я-то знаю, блядь. А, ты знаешь, неинтересно. 25 тысяч. А ты что думаешь? Ты тоже знаешь? Сотку Саня сказал, Саня сказал. Я думаю 100, но я кинул через хуй просто. Окей. Опа. Давай общая сумма 74 500. Ё-о-о-о. 74 500. Саня ближе. Я выиграл. А мы не нахожу. О-о-о-о. Играли на... У них не позже. Прикиньте, дорога до Москвы стоила 74 500, блядь. 74 500. Самолет дешевле был. Самолет стоит 3000 от Уфы до Москвы. На бизнесе туда, брат, слетал. Не, на бизнесе... Только раз можно слетать на эти деньги туда-сюда. Зато как я кайфанул, блядь, пацаны. Прикиньте, за рулем своей машины едешь через всю... Через Россию. Братан, угадал сразу, блядь. А ты говоришь, смотри, это еще со скидкой. Это еще со скидкой нет. Это еще со скидкой. Не ты за рулем был? Нет, не я. Какой-то пацан гасил пиздец жестко. Уважаемые сотрудники ГБДД, точно. Вот, все оплатил. Все, штраф успешно оплачен. Сумма операции 74 500. Ну все. Бой, какой 74? Ну, бой, с комиссией 80. Короче, 80 тысяч я отдал, все. Бля, ну тёлку я на самом деле ни разу не ебил. Меня поймали, да, меня поймали. Я не разу бабу не ебил поебал. Как ты зыбла. Дотянусь. За статью нахуй, говорит, пацан. Понял, мы просто тут так вот стоим с тобой на куплете трилпела. А он где-то вдалеке танцует, понял? Пик-коп. Пик-коп. Тун-тру-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все, блин. Охуенно, охуенно. Спасибо. Нам нужно было, знаешь, что делать? Понял, как в клике у этого. Блин, только не ебил. Не читали, читали, уходили. Кто-то другой выходит, понял? Пизду запариваться. По глазу. Мы сейчас кайфуем, кайфуем. Это главное. Ну, что вам сказать, дорогие друзья? Походу, хит ебало полетело у всех. С другой стороны, чего еще было ожидать от таких прекрасных ребят, как мы? Ну, х**я себе. Съемки в ангаре закончились. Счастливые, сколько? 12 часов? Больше. Больше? 14 часов. 8. Саня, ты был в отеле? Или ты не поехал? Я не поехал. А кто снимал? Ты на телефон снимал. А, я с вами до... 12. Я помню, мы приехали в отель просто после... Подождите, это же было пиздец, как поздно. Да, да. И мы вообще еще не понимали, нужны ли нам туда ехать. Мы просто пообещали трилпилу, и мы хотели слиться с этой х**ни. Он сказал, неопционно, мы вроде обещали в отеле с девчонками. А в итоге это вставили или нет? Конечно, да, там ездили. Вот. И мы, короче, поехали, и все устали просто уже, знаешь, типа, приехать, что-то там снять. И уже таки сидим, все хавать хотим. Звонок в дверь. Последняя локация. Приходит Али Шер с пакетами Макдональдс, или ты заказал на огонь, я не помню. Мы все похавали. И тогда я понял, что тип-то вроде норм. Не то, что дать про него. Кормим. Отель Трилпил. Вот, он мне написал в Телеграм, типа, подлетай речь, и ща будет грязь с биксами. Давайте посмотрим, что за грязь с биксами, блядь. Перезламил техчурки. Чтобы вы понимали, как я готов к отелю, у меня здесь есть запасные трусы. Вот, трусы, да? И гандоны. Все, погнали. Сейчас посмотрим, что такое на самом деле крутить дерьмо на постели, бэйби. Открывай. А я делал ты клипы снимаешь. Привет, мой новый влог. Ты мне тут написал, что тут грязь с биксами. Где она? Ой, ой, ой. Собственно, вот биксы, вот грязь, блядь. Все как Трилл. Тимур обещал. Трилл пил. Спасибо, друг. Триллер таблетка. Бич. Да, вот, собственно, господа, вот так и прошла наша первая встреча. Ну, она была вообще судьбоносной. Пиздец вообще. Во всех смыслах. Прикиньте, как? Просто пиздал. Спустя 4 года, или сколько там, 3, сидим на стриме, или как это называется? На стрим. Вот мы тут сидим. Пососи. Да. Че, че, че дальше? Склава Кукой посмотрим? Хочется, знаешь, че? Я Рататамик, что-то интереснее было, блядь. Склава Кукой, да, пиздатый. Ратата. Да хуй знает, там все пиздатые. Блядь. По сути, да. Все пиздец. А War Thunder какой? Ох, я обожаю War Thunder. Стой, у нас был бэкстейдж, да? На War Thunder, ты че? Да. Блядь, прикиньте, у нас есть бэкстейдж длиной 5 часов. Со всех клипов миллион долларов бизнеса. Блядь. Блядь, прикиньте. Да, сейчас будет откровеннее. Слушайте, слушайте. А может, мы это на стриме посмотрим? Так, ну вообще круто. Может, на стриме, чтобы, знаете, не было монтажа, а была настоящая реакция живая. Че думаете? Самый долгий стрим России. 5 часов всех клипов. Это недолго. Всех клипов. Всех. Не, мы типа тут будем хавать, потом пауза, там, на час мы съездим там по делам, там мы отснимем клип, возвращаемся, продолжаем, и стрим будет идти. Вот. Бля, я вижу чат в ахуе. Я думаю, можно следующий стрим сделать в таком. Да. В чем суть, ребят? Да. Помните, вот, ну, в том году у нас были клипы с альбома Алишера, там, сколько там, 7-8 клипов, я не помню. И все эти клипы Санечка снимал. Снимал, отдавал душу, что-то там придумал. У меня заебал. Заебал можно было? Да. Меня заебал, короче, ну, лютый пиздец был. И проходит время, и что-то, как бы, мы все оттягивали, оттягивали, оттягивали. И тут я приезжаю к Алишеру, и он говорит, и меня Алишер, как говорит, да что-то я не знаю, походу, дело, ну, как будто время уже прошло, как будто уже, ну, не нужно это никому. Я говорю, ты представляешь, если ты фреймтеймеру это скажешь? Я не знаю, то, что он либо повесится, либо осуждаем. Ну, короче. Да. Да. Да, вот. Поэтому, чтобы Санька не расстраивать, надо что-то делать с этим материалом. Санечка. Давайте договоримся так. Для тебя. Сейчас. Надо подумать. Как это сделать? Просто у нас был вариант, типа... Смотри, мы можем просто как сделать? Мы можем выпустить это на YouTube и посмотреть на стриме следом прям, и это, типа, будет... А мне кажется, надо сразу смотреть. Ну, пять часов. Чтобы это было настоящее. Похуй. Там же не Абрияна. Похуй, похуй. Нет, так это будет настоящее. Я имею в виду, что ты выпустишь, ну, типа, для людей, чтобы они посмотрели. И мы сразу же на стриме посмотрим. А мне кажется, надо сразу смотреть, похуй. Так нет, а там на YouTube, у тебя пять часов материал, там его собрать надо, чтобы на YouTube... Да нет, нет, похуй, прям пять часов мы посмотрим. Все вспомним. Не, если для YouTube, если для YouTube. На нахуй этот YouTube. Тише. Я люблю YouTube. Верните монетизацию. Короче, я о чем говорю? Хуй знаю. Прикольно, нет, идея прикольная. Нет, давайте, короче, сто тысяч подписчиков на канале. Ахахаха. И погнали. Не, погодите, а давайте донат соберем. Нет, да похуй на донаты. Какие донаты? Они, по-моему, вообще не работают, кстати. На монтаж. Ну да, они не работают нихуя, блядь. Короче, давайте, делайте сто тысяч. Запреток там дохуя, но похуй. Это, это, это то, что он реально нужен. Это, блядь, это пизда. Это пиздец. Тут готовое место. Прикинь? Да нахуй готовится. Не, прям, знаешь, короче, у нас есть пять часов бэкстейджа, со всех клипов миллион доллар. Со всех, их семь, по-моему, да, семь? Да. Или шесть. Мы их не смотрели. И вы увидите первую нашу реакцию и первые наши комментарии. Это же... Мы еще специально не смотрели. Это же... Мы специально не смотрели, мы думали, что сделаем большое видео. Но что-то как-то руки не дошли. Времени нет. Бля, по-моему, короче, ебать, что за идея. Единственное, кто-то видел, Коля, монтажер, и Саня через камеру. Все. Но он не помнит. Короче, делайте сто тысяч подписчиков, делаем миллион долларов... Все клипы, нахуй. Одним дублем. Миллион долларов бэкстейдж. Одним дублем, нахуй. Ту миллион долларов бэкстейдж. Тема, тема. Ту миллион долларов. Блядь, это что там за пиздец? А вдруг там реально какой-то пиздец? И мы не знаем об этом. А, я скинул модерам, они посмотрят, и да, да, да. Короче, пацаны, таблетку, таблетку. Я не буду здесь делать реакции ни на кого, кроме себя. Отъебитесь. Я бы предложил только, чтобы модеры расписали нам тайминги, и чтобы, допустим, Коля запикал эти запретки, чтобы мы потом не ебались. О, хорошая тема. Все. На опыте, пацаны. Напомните мне после стрима скинуть пацанам... Погнали, Светяка. Бля, или Слава Кока. Сука, и то, и то такое охуенное. Блядь. Давайте пойдем по порядочку. Сосу Клаву Коку на яхте за 60 миллионов долларов. 12 миллионов. Сань, ты тоже ездил в Индонезию или куда-то? Да, это он снимал. Саш. Да, 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 конечно. Так, сейчас, чуть побыстрее. Let's go. Драканы, ебаные. Бро, это, конечно, снимал не ты. Но мне интересно. Но. А ты не видел этот видос? Нет. Я в эксэйдже не своих клипов не смотрю, в принципе, реально, чтобы не завидовать. Поехали. Драканы, ебаные. Значит, сегодня будем сосаться. Да, ебаные. А что? И я вчера написал... Извините, я вспомнил. Помню как-то. После клипа... Грустная песня. Мы все отработали, все охуенно, все счастливы. За три дня смонтировали клип. Монтажер Вани умер на... В ГТРП. Да, в ГТРП. Учусь. Вот, вот. И... И... Помните, мне Алишер давал, вот, в начале, ну, как бы, нашей истории. Алишер сказал, что он давал, там, 800 тысяч, все дела. Но пришло время их отдавать ему обратно. Я нихуя не понял. Ну, ты же мне давал мне не клипа платить, а перебиться. Ты пытаешься пошутить или что? Нет. Ну, погоди. Ребят, чего? Об этом нельзя было говорить, сорян, продолжай. Нет. Дай договорю. Короче, ладно, не суть. Не суть, не суть, не суть. По бабкам решим потом. Вот. И, короче, мы с ним встречаемся, и он мне такое говорит. Бро, у нас сейчас с Клавой выходит песня. Просто. Очень крутая. Типа, снимешь клип, и вообще мне все очень понравилось, круто, работаете, класс. Я сижу, такой, думаю, класс, класс, ну, вообще, чувак, нормально, типа, круто. И просто выходит клип с Клавой Кокой. И что? Кинул, получается, пацана. Не понял, все. Ну, ты мне пообещал с Клавой снять, чтобы я снял клип. Я вообще этого не помню, врагу. Поверь, я все помню. Поехали. Да нет, уже. Не, 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 не. Вот, ребят, вот так вот, понимаете, человек пообещает, а потом горы, типа, золотые, там, медные. А ты сидишь, ждешь. Они же и есть, в итоге. Так я тебя перепутал с фреймтеймером. У вас и имя одного, думаю. По факту выкрутился. По факту. Нас клавиатура сломала. Потому что я молодой Хью Хефнер. Клава, она лежит в больнице, пока ты... Или что снимать два клипа? Используй язык. Хватит мне снимать. Клава все сосало, меня обзаразил. Погодите, а вы, типа, саньком после грустной песни, типа, скинули. Да, полетели в Индонезию просто. Прикиньте? Имя *** вы ел было. Это ясно стоит 60 миллион долларов. Да, ебать, для меня это, конечно, разрыв шаблона. Для меня это был такой разрыв шаблона. Чел, я сам настолько в ахуе был. Яхта за 60 миллионов долларов. Я, типа, чувачок с района, такой в Индонезию, на яхту за 60 миллионов долларов. Где мы еще читали фристайл на палубе. Это вообще пизда. Из которого потом получилось красное вино. Да, да, это такое вообще. Можно, пожалуйста, там пишут в чате, спамят, чтобы я посмотрел таблетку плохого парня. Я смотрел охуенный клип, охуенный трек, идите нахуй, отъебитесь. Все, let's go. Привет, подписчики. Это же начало видео. В общем, да, это самый лучший канал на ютубе, если вы вдруг еще не поняли. Кнопка подписаться там внизу, если она вдруг у вас красного цвета. Кнопки красного цвета обычно только у... Совсем нехороших людей. У долбоевых. Так, кстати, по запреточкам, пацаны, тоже чекайте. Проверите, если она вдруг красная, тыкнется на нее, чтобы она стала серенькой. А мы тем временем отправляемся в Малайзию. И самолетик прикинул. Алишер. Алишер. А почему у тебя на стриме как будто увеличено видео? Да, вижу. А, я на полный экран дал, я на полный экран. Бангкок, гроза, гроза, гроза. Все нормально. Если что, мы прям в дождик потусуемся. Ой. О, с 5 утра, как раз, с 6 утра, все кайф. Мы сейчас отправляемся в Малайзию. Зачем мы туда летим? Попробуйте догадаться. Скажи мне сладкую ложку. Скажи прямо в лицо, я тоже... Или что, снимать два клипа? А, вы же еще не знаете, что будет два клипа. Ну, я попозже расскажу, он находится. Погодите, автору кто снимает? Нихуя не было в итоге. Ну, мы чуть-чуть подсняли. Погодите, а где, не, в бассейне, это... Это там, да. А, кстати, да, 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 да. Саня снял? Это Саня, да. Сань. Лучший кадр в этом. Я хэфер весь Саня. Знаете, где мы сейчас находимся? Мы уже снимаем новый клип. Тот самый, про который я вам сейчас расскажу чуть позже в этом видео. Идумай, как люк, шоу, ми, так, бедят нас не спиздели, да? Саня или уйти, поэваку и угод, шоу, а шесть света. Ссылка в описании. Рейшаду Леженс. Кроме того, получаешь... А теперь брюшокик! Хочу сказать спасибо. Блядь, пиздец, вы просто снабжаете нас финанс... Как это говорится в украинский? Летачок. Ой, потихоньку. А, вам, наверное, интересно, а где же Клава? Клава? О, о. На самом деле, Клава сейчас, в данный момент, прямо пока мы в аэропорту, она лежит в больнице под капельницей, поэтому она полетит завтра отдельно от нас. Короче, девочка очень сильно заболела. Используй язык. Клава меня снимать. Клава все засосала меня просто и... OpenSage мы славали? Нет. Нет, это 3D. Это графика, бро. СиДжей. Ну, в смысле, там такой звук был. Что? Ну, а звучить всегда можно. Это я за камерой делал вот так. Погоди, ты вот так делал. Это графика, бро. Самое интересное в этой ситуации то, что я уже за яхту заплатил, я уже отели, я уже билеты оплатил, уже примерно 3 миллиона я вкинул, поэтому отменять съемки не вариант. И мне вчера режиссер позвонил и сказал... Я все крипа плачал, блядь. В смысле? Что? А вдруг Клава не выздоровеет? Нам нужен на всякий случай еще один трек. Если вдруг не получится снять Клаву, давай снимем тебе какой-то трек. Вы же знаете, я гений, для меня это вот так вот сделать. У меня есть бит, который мы написали вместе со Славой Мерлоу. И я вчера написал трек про то, что я молодой Хью Хефнер и тусуюсь на яхте с девочками. Поэтому мы лечим снимать два клипа. Два клипа за день на яхте за 60 миллионов долларов. Вот это название. Либо это целое. Круто? Круто. В общем, у нас пересадка. Мы сейчас находимся в Таиланде, в бизнес-зале, конечно же. И здесь бизнес-зал. Мне нравится больше, чем в Москве. Во-первых, тут орешки есть. Безливитный алкоголь. Знаете, в чем суть вот этих влогов? Бля, если ты напелся, лучше собись. Нет. 8.30, 8.36 запретка. Вот, видишь? Ага, слышу. Суть в том, что для тебя это было что-то новое такое интересное. Да, конечно. Я в аху. Я лечу, блядь, с Клавой Кокой в Индонезию на яхту за 60 лямов баксов снимать клип, где мы сосёмся. А вот сейчас... Я в ахуе был. Ну, вот у нас в основном со временем... Алишер для Алишера это было что-то чем-то новым. И поэтому я ходил с камерой и больше чисто просто ловил его реакцию. Потом со временем, когда много уже времени прошло, Алишер уже стал к этому привыкать. И я больше создавал контент сам. Понял, какая тема? Ну вот, видите? Просто... Я ничего не вижу. Вот. Это алкоголь. Экран выше пишет. А, нихуяся. Соситочки. Поплывало, да? А, блядь. Не, не, ты просто колёсико мыши наверх прокрути и всё отлично будет. А, что? Колёсико. Только на том экране. Ну, в браузере, в браузере. Не, не. На том экране. М-м-м. Во! И крутится внутри теста. Это пельмени. Анализы человека, сидящего на химии. И, как говорил Тесак, апельсиновый салф. И самое главное, что за бизнес-зал за трёх человек я отдал 95 долларов. Тут вставание курить нельзя. Тут за электронные сигареты можно реально в тюрьму сесть. Ну, без шуток. Поэтому, Айкос, я кулю в туалете аккуратненько. Такой я плохой парень. Финальный рывок из Таиланда в Пенан. К нам летит. Смотрите, как можно уехать. Полтора часика. Чё, переход? Ну, идём, залетаем и в жопу. Даже не лайвовое видео, лайв, лайв. Я просто сказал, где мало у меня стал член, потому что когда парню... Так, это запретка. Я просто... 8.30, 8.36. 8.30. Я вот так прижал, типа, что всегда не палюсь. Ну, слишком очевидная шутка напрашивается. Я не буду её дошутить. Если вы не поняли, отпишитесь, вы клубой. Не надо, он пошутил. Ю Хефнер, это я. Кровайкс-то, блядь. Жум дур, которого вы все так ждали. Схуяли тут две кровайки, блядь. Пойдём в номер меня. Вот и он, блядь. Ну, надо хотя бы в этом номере поссать. В общем, как я и полагал, они просто ошиблись. Мне стоило просто сейчас зайти и переодеться быстренько, подойти на рецепшн и... Короче, они просто подумали сначала, что я обычный человек, да. А сейчас я подошёл, он говорит, а-а-а, молодух Ю Хефнер, yeah, young Ю Хефнер, yeah, yeah. Sorry, sorry, that's your number, вот. И дали мне мой номер. Вот уже такое дело. Уже есть стол, чтобы покушать с сушкой еду, например. Есть стеклянный стол. Ну, так, типа... Спальника моя. Лебедь был, я его, правда, смял. Вот это уже похоже на мой номер. Большое зеркало, вот, смотрите, огромное. Чтобы просто ходить вот так туда-сюда. И говорит, блядь, 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 блядь. Блядь, 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 блядь. Похоже на диван, с него легче оттирается с первого, как бы, да. И всё, вот тут я провожу свои кастинги. Классно я навыёмался, да. Вот, оказывается, просто номера перепутает. Ребят, все кастинги. А зачем, а зачем кончать на диван? Это какой-то фетиш? Нет, это уже пиздёшь. А почему нет? Ребят, все кастинги провожу я, во-первых. Здесь жил, вот как раз этот... Зато ты обкончал мой диван. Какой переход нужен? Ты можешь войти в мой волосатый живой. Оу, давай. Собачивай. Что началось, это, блядь, элишер? Ну что такое? Переодец просто. Сейчас это, на самом деле, надо записать историю о том, что мы ищем девочек. Потому что я же вам вначале уже рассказал, что я решил во время нашего большого клипа с Клавой... Мне кажется, что я слишком молодо выгляжу. Ну вот, ну как будто бы есть такое. Ты... Ну просто ты измеряй в выпитых годах. Вот типа... Снять свой небольшой за часик. Позвать девочек и потусоваться вот так, как Хьюбхофнер. Поэтому сейчас буду пилить историю, надеяться, что здесь обитают русскоговорящие сексуальные мадамы. Если вдруг их не будет, будем уговаривать массовку. Если и так не получится, то я один вытащу клип, ебаный брат. Переходники, блядь. У нас есть план? Сейчас. Нет, нет, нет. Да, есть план, по которому... Алишер должен проснуться. Раскрывается уже, раскрывается садик. Чего? Это я. А зачем? Доброе утро, Иван. Так в пять же, в четыре. В пять же надо. Подъем в четыре. Ну так, в подъем же. Ну так, это натуральный звук. Вы понимали... Можно натуральный? Нет, ну чувак. Слышите, я проснулся... Вот мы легли же поздно. Я проснулся еще часа, по-моему, в три. И я, по-моему, около часа прыгал перед зеркалом под Хью Хефнера, который ты мне прислал. Дэмп. Чтобы, типа, прочувствовать, потому что думал, что мы будем снимать вдруг клип, и я обосрусь. И я его настолько хорошо выучил, что потом уже не смог это делать. И решил пойти тебя разбудить. И разбудил тебя раньше времени, по-моему. Так ты не ложился, получается? Но мало очень спал. Блядь, иди нахуй. А как ты попал в это? Я попросил на ресепшене, чтобы меня сюда отправили, типа, тебя разбудить. Упорный, блядь, пацан. Ну ладно, давай. Ну давай. Ёлок. Все, пацаны. Ты его не пустил? Я возьму бахла. Ну, в смысле, аколы. Это запретки, нет? Ставим. Кола, да. Там, если что, 13.32 будет запретки, и 14.26. Сейчас глянем, погоди. 13 какая? 13.32, там буквально 10 секунд пропустить. 13.32, 10 секунд запреток. Сейчас, Алишер, надень. Там запретки. Да. Сейчас тебе скажу. Короче, Алишер, открой просто телегу на втором мониторе. Я сейчас тебе... Блядь, мышка, нахуй. Блядь. Пиздац. Ебать, дохуя. Запреток, блядь. Ну, похуй. Нихуя себе грива, да? Чисто распетушился, запрета. Ну что, уже все очень классно, мне нравится. Ливень, хуя, нет. Мы должны были идти на прическу. Человек занимается волосами, он самому смотрите, как пиздец, блядь. Ты сейчас пиздец вовремя мою руку трогаешь, когда я тебе, блядь, лицевой контур брею, блядь. Теперь ты, Вармина. Да, спрей какой-нибудь. Вот это. Волни, класс. Прям все говорит вокруг. Еее, тусовка на яхте сейчас будет классно. Ты зачем так рано пушевал? Спать уже нельзя, уже поднял. Да, сука, вообще, блядь. Чтоб ты понимал, мне снится в этот момент, как я стою в тачке перед Шлагбаумовым и звоню... Шлагбаумовым. Да, звоню Оксимирону и говорю, братан, открой, заебал. Шлагбаум. И он начинает открываться. Пойдем прогуляемся до магазина, возьмем кофеечку. Сейчас, подожди, я прям в телеход ебанул. Мы в гетто, в темных кварталах. В Малайзии вообще спина. На хуй это кран остывали? К съемке, блядь. Тебя не понять. Ну, воняет здесь, конечно, пиздец. Это, смотрите, камера. Как называется камера? Ред Драгон. Ред Драгон. Сколько стоит эта камера? Был уже 20 евро. Да, как этот тел перестанил. Я понял. А, у нас... Так, у нас 60 тысяч евро. То есть мы снимаем на 60 тысяч евро. Ты не понимаешь, ты понимаешь. Я не понимаю. 4,5 миллиона рублей. Можно было на мой мерс снимать. А, explain the situation. В общем, должна была здесь быть сейчас лодка, которая повезет нас на яхту, но лодки нету. Поговаривают, что это Конор плывет на реванш с Хабибом. Ладно, это наша лодка. Она сейчас нас повезет на яхту. Время выебываться. Цепи висят на папе. Сука, я... Блядь. Георгия Мача. Гоша, нахуй ты нассал. Георгия Мача, я ее и хочу. Кофе? Кофе. Просто вы уебище. Вот сейчас идут в супермаркетах только, блядь, чипсы, орешки и все как у залупа. Ни фруктов, ни овощей. Даже нет овощей. О, шей. Доброе утро. Доброе. Это Рита, правильно? И отвечает она, вы знаете, за что? У нас есть просто место в Уфе, называется Арт-квадрат. Сделись. Застили-то сейчас. Ну, еблом не малевать. Ну, залетай, что? Переходим. Ты знаешь, никого пытаешь? А? Она на мои дайвки. Ну, прикольно. Питера. Сейчас, как-то в реале. Как Чуха, да? Ну, так еще. Те надо снимать. Саня, привет! Привет! Яхта пизда. Пойдем делать обзор на яхту. Нет, бомб, целый. Я уже умер. А она реально плавает или она просто стоит? Плавает, и что, блядь? Плавает. Нихуярит просто. Говорил, я не говорил. 60 лямов баксов, прикинь, чувак. 30 моих альбомов, нахуй. Нет, 60 моих альбомов. 60 миллионов долларов она стоит. Это пиздец вообще, блядь. Яхта стоит 60 миллионов долларов. Ёб, не 60. Сколько это в рублях? Это, блядь, почти 4 миллиарда рублей. 4 миллиарда рублей. Чтобы вам было более понятно и наглядно, посчитаем это в моих мэринах. Это 970... Вот прикинь, снимал же с другим продакшеном. И получалось, мы снимали на яхте, что вот типа за 60 миллионов реальная яхта. Не графика, ничего. Начал с Романовым снимать, все, пиздец. Пять моих машин. Объясняю. Мерседес. Объясню. Хью Хефнер и Хью Хефнер бич я вешу, как молодой Хефнер. Значит, пока там ребята будут готовиться расставляться, они пиздец за ёб. Накрасили. И мы отправляемся в соседнюю комнату к армянской мафии, чтобы Раны сделали чудеса своими волосами. Че это вы, Кларка, сделаю сейчас? Мне бы пошло 8 миллионов. Че, блядь? Ты не бежал себя? Ты там в своей Москве сидишь, блядь? А, скорость, блядь. Она еще нарывайся, долбишься. А, блядь. А, блядь. А что, ладно, извини, ёбаный в рот. Ну что, нахуй, больно стало. Ха-ха-ха-ха. Так, дорогие подписчики, значит, если вы ходите и находите... Ну, ты раньше это делал, на всякий случай... Ну, максимально осуждаю, нахуй. Осуждаю, да, максимально. Это в GTA RP. В GTA 5 RP лучше А, да. Да, играйте. Нет, погодите. Выходите его на улице. В картах выбил. В картах выбил. В карте. 21. Да, да, да. Подходите и подъявляйте. Да, давайте, блядь. Езжу я на белой машине. Увидите белую машину, в Москве сразу обоссывайте. Ха-ха-ха. Все пометоры. Да, конечно. У меня не машина, у меня Мерс. На меня что ли попало? Не шаг. Давай, чекаем полный угол. Ты хэфмеры. Ей, ей. Это копия роликсов. Не настоящие, не настоящие. Просто, чтобы в кадре было красиво. Да, фейк, фейк. Часы. Ну, типа... Потому что все на яхту въебали. Они сказали, что... Ну, типа... Ну, дорого выглядит вся хуйня. Тебе продакшн давал за часы? 17-12 еще пролистните тоже. Окей, но... А я снимался в этих часах? По-моему, я их не снимал. Не снимался в них. Я не помню. Окей, смотри. Типа тебе дали фейковые часы, чтобы... Да. Чтобы, типа, дорого... Ну, как бы... Он время смотрел. Гасанов. Осуждают. Янг Хлюхефнер. Янг Хлюхефнер. Дела заебов. Звездочка наша приехала. А мы уже сделали просто ставки с подписчиками. Умрешь ты или нет, нахуй? Умрешь ли ты? Потому что я после лазарета, между прочим, видал мои вены. Вот это колодцы, блядь. Вот она Клава какая. Клава Герыча наю. Все, классно. Значит, сегодня будем сосаться на яхте. За 60 миллионов долларов. Никаких тренировок. То есть ты меня отшила сейчас? Нет. Не будем сосаться, я просто там... Не общаюсь. В это время остальные девочки... Это, ну, типа... Бля, ну я раньше был дурочком. А справа это кто? Просто вопрос. Просто меня трогают на меня, как бы меня хотят. Просто вот, хотим меня. Как это по-английски. Ты хочешь меня, touch me, look at me. Окей? Ебля. Жесткая, жарила, уж пердачила. Ебля. Лап. Она прыгает по мне лягушке. Жопа две подушки. Она прыгает на мне лягушке. Не думаю, главное, о том. Вот маме буду объяснять. Да, что такого-то? Маша, все боялись, разу сказать слух. Леха. Камера. Ой, еб твою мать. Нихуя себе, да? В общем, чтобы вы понимали, я сижу сейчас на яхте и работаю. Работаю. Что я делаю? Я выкладываю новый видеоролик на YouTube-канал Боргенштейн. Тот самый финал битвы клипов. Вот. Чтобы вы понимали. Вы его, наверное, уже видели. Если вдруг не видели, ебать быть, долбоёб. Посмотрите, вот подсказка. Пих, вылетело. Выкладываю я его прямо сейчас. И тут проблема. Пошли. Мы когда писали трек с Клавой, я сразу сказал, что вот на этом моменте мы будем жестко сосаться, нахуй. И вот здесь она... Еще на моменте написания? Да, еще на моменте, когда мы только-только сделали трек. Откуда на моменте? Ну, последний припев, типа, разъёганочный. Да, я говорю, вот здесь мы будем жестко сосаться, нахуй, ебануто. И вот там она говорит, ну только без языка, блядь. Сосать с языком? Там будет русский. У вас налево, говорит. Клава? Где Клава? В своих покоях. Я хотел бы пройти туда. Покажите. Можно? Клава? Что, блядь, это хуйня? Клава? Не, по-моему, я просто голбоеб сейчас просто. Вот так вот, ребятки. Не, ну надо ее найти же, ебаный в рот. Опа, вот она, вот она. Смотри, мне здесь сказали, что вы хотите нежный поцелуй без языка, это правда? Ну это не все так хотят. Все кроме тебя. Хочешь, кто в соседе язык? Ребят, вот манипуляция. Все так хотят, кроме тебя, манипуляция. Да, манипуляция. Я думал, мы смотри, как сделаем. Мы отбросим все вот это вокруг человеческое. Мы забудем, что мы снимаем клип. Пацаны, это манипуляция тоже. Мы просто отдадимся чувству и сделаем так, как чувствуют. Ну иди сюда, Эль. Но ты же понимаешь, что ты можешь почувствовать так, что ты в меня язык засудишь, а я типа что-то близко, или наоборот. То есть, подожди. А может быть, я в тебя накинусь, и что ты будешь делать с этим? Так давай мы просто отдадимся чувству. Давай не так, смотри. Я просто, знаешь, я когда услышал нежный поцелуй без языка, я тебе сейчас покажу, что это значит для меня. Я помню тебя дальше. А я не помню. Тебе надо быть режиссером. Не в это объясняешь, но. Ты просто человеку объяснил, как это. Я тоже умею... Приказывать людям. Если так, то смотри как. Если нежно без языка, то с такой концовкой. Эри, пойдемте небольшой сделаем обзор на эту яхту. Во-первых, всех просят разуваться, потому что здесь все, ковра. И ковры такими, тише. Если бы я был котиком, я бы делал так. Но я не котик. Тут у нас небольшой шведский стол, кормится всю команду. Мы на труду в школе тоже дерево такую хуйню делаем. Ебать. Просто ебать. Это диван белый, кожаный. Господа, нет, это не гардероб. Ха. Здесь просто космический толчок. Космический. Здесь три кнопки. Вот, есть спрей в жопу, да. Потом помыть жопу, потом высушить ее. Пойдемте дальше. Ебать. Подрокоптер. Кстати, вот, но. Если... Если вот так вот посчитать. Сколько раз в жизни я снимал, как ты ссал? Так это можно целый документальный фильм. Да, пиздец. Ну, реально, больше, ну, больше пятидесяти, мне кажется, точно. Мне нужно своялья. Ладно, давайте понюхаем тогда угоди. А вот там стоят вот эти скутера. Водрокоптеры. Ну, так, водрокоптер. А как они тут? Они, да, просто вода, типа, убайся. В смысле, как? Ну, типа, там же они на палубе стоят. Ну, их каким-нибудь крюком там, шик-шик. А, типа, я бы, может, там какой-то отсек, типа, их выкидывает. Настолько она дрогает. И настолько она дрогает, что они каждый раз новый, типа, ставят. И, пох, на тебя. И поймем, тоже мы не ходим. Явно, конечно. Просто, бам, богаче стало, нахуй, на 50 тысяч. Сейчас сходим еще на второй, третий этаж, посмотрим, что тут, как оно, прям. Но пока мне надо немножко посниматься, не а то, супер. А, посмотрите, как я вижу мир. А, дорого-богато? Как твоя зарплата? Эй, дай другую руку, я куплю твою подругу. Я слеза хочу, проверь мне, детка, я не дам тебе сердце, детка. Ну, о, все, хэ, хэ, это, как минимум, одна комфортная локация в клипе была, да? Или я чувствовал себя собой. Ну что ж, дорогие друзья, я вам понравился наше видео. Мам, у меня все хорошо, я в Малайзии отдыхаю. Я не хочу превращать это все в какую-то порнографию. Это не будет порнография? Не стесняйся, пусти меня. Пусти меня снимать. Мы можем сделать совершенно. Ты не открываешься, мне понимаешь, не пускаешь меня. Чем, ну это так сложно. Мне очень нравится, если это будет реально сказочный, романтичный. Окей, хорошо, обращайся. Ну, так и я же рядом. Но у нас всегда будет актерский дубль. Давай по-настоящему, не сковывайся, откройся. В общем, я думаю, все будет просто. А если не будет? Ну, в общем, мы попробуем. Слушай, как режиссер я сработал идеально. Просто в лес в колу. Да как мы охуенно сосались, чел. Я когда увидел, я удивился. Это же было настолько по-настоящему, не? Ну, нет. Просто... Вы совсем все из кадра, так сказать. Не, не, ну, не, ну, блядь. Должно быть красиво, гармонично и при этом... Короче, я уже влюбился. Ты пока влюбляйся. А мы пошли. Хорошо, хорошо, да. Егорчик, на выходе. Почему? А, да, ебать, а че? Да, да, ебать, вот это пи... Плавали по кругам, ебать, я че понял. Надо все-таки на Хефнера подписчик лип сделать. Тут, конечно, прикольно, да, прикольно, ну, прикольно. Можно немножко здесь подснять, но надо вернуться в Москву, снять охуевший особняк и взять... Сейчас вспоминаю. Сейчас вспоминаю кадры с Ашреком просто на фоне. В бассейне в этом. И со Славиком. Я соса... Нет, не был такого. Ты че-то там нажимаешь... Слушай, друзья, мы находимся на съемочной площадке... Какие они нам друзья, блядь? Друзья, это ты их называешь? Друзья. Не уебки, я... Сейчас вообще... Сейчас они хуи. Сейчас они хуи, да. Вы, блядь, хуи. Нароканы ебаные. Я захожу к тебе на YouTube. Как ты это стал солнышками, и они все стали писать... Какие мы солнышки, мы не солнышки, мы... Мы чмыри, мы... Чат, пишите, мы чмыри. Все пишите, мы чмыри. А теперь просто, короче, пишите, знаете, мы хуй. Пишите, мы чмыри и мы хуй. Все, он вас любит. Я вообще всех люблю, я весь мир люблю. И тебя люблю. И тебя тоже. Уф, уф, мама, блядь. Мама узнает. Блядь, чат разъеб. Ебать охуенно. Мы чмыри, и я хуй. И мы хуй, мы чмы... Пацаны. Бля, ну ты че, самая охуенно аудитория в мире. Да, да, ебать, блядь, так приятно читать. Парекинь, вот ты на ютубе, на ютубе это говоришь, и ждешь нахуй неделю, чтобы увидеть, как ты получишь connect. Да, нет, здесь происходит моментально. Разъем, разъем, пацаны, блядь, реально. Подписывайтесь на ебаный канал, блядь. Вы заебали. Камера. Куямера. И, музыка. Две на завтрак. На завтрак и на ужин. Я люблю поужим. Суку взял прям за уши. И показал ей, кто здесь... Мужик. Мужик. Вот такой вот. Я просто интересно, на самом деле. Я очень люблю наебывать людей, вот эти всякие перфомансы мутить. Ибо прикольно будет, если все подумают, что мы мутим, да, а мы потом так, это выкушим. А на самом деле нам пол друг на друга. Ну, мне нет. Ну ладно. Правда. Мне тоже нет. Ну, ребят, давайте спать. Сука. Хватит день. Оксимирон после открытого шнобала. Сейчас будет самый приятный момент в клипе, наверное. Может, нет, может, она привонет мне сейчас в рот, да? Да. Хотя тогда будет смешно. В общем, мы как решили, что мы будем сосаться в нескольких локациях. Как бы локация с этого момента, кстати, называется сосаться. Сосаться. Как чувствуешь под эту музыку, так и сосись. Я очень переживаю. Зачем? Ты вредилась уже в меня? Да, конечно. Что вы понимали, короче, мы сначала пытались сосаться на камеру, ничего не получалось, потому что Клава не могла расслабиться и, ну, типа, дать настоящий поцелуй. И мы отошли в сторону и репетировали, блядь. Я видел это со стороны, даже снимал по-моему со стороны. Да, мы просто репетировали. Ну, типа, выцеловались, стояли в сторону. Да, да. Просто в стороне стояли и репетировали. Да. Ну, типа, ты, скажи, глаза отбел. Там было ебануто жарко. Здесь Клава Кака, и сегодня мы будем делать сосач. Изи секс за пять минут потом. Была его идея, еще когда мы писали трек на студию, он говорит, я вижу этот клип, все, в этом месте мы начинаем сосаться. Я такая сосаться, сосаться, сосаться. Я такая. Ну, согласитесь, вот вы же уже видели клип, вы же уже видели и, согласитесь, ебало полетело. Ебало у вас полетело на этом моменте, да, как минимум. Ну, что, как это было? Более нежно, да, конечно. Стой, ну, не стесняйся, пусти меня. Хватит меня снимать, веди. Только смотри, ты с этой стороны, а я с этой стороны. Хорошо, только не стесняйся, ты язык, ты не открываешься меня, понимаешь? Не пускаешь меня. Чувак, ну, какого? Ну, почему это же всего лишь поцелуй? Пусти меня туда, сама тоже. Это работает. Ну, тогда это будет грязь. Это не будет грязь, это будет, вот сейчас это, знаешь, выглядит, как будто мы целуемся для клипа, бля. Да, согласен. Да, вот, понял, да? Ты знаешь, что ты говорил? Саня шарит. Саня чистая тарелка. Саня шарит. Да, да, я согласен. Да, 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 но это правильно было, да? Вот это уже любовь. Ну, блин. Лучше, лучше, гораздо лучше. Я буду вегархивого соса сейчас, с Клавой сосой. Мне очень понравилось, если вам вдруг интересно. Клава, класс. И красиво ты меня за талию приобнял. Ну, все, давай, сейчас. Да, ты шаришь, что это пизда. Клава, я тебя люблю. Вошла во вкус, пошла во вкус. Вошла во вкус, где глаза загореть. Наса. Вон стоит армяшка, между нами искра сейчас. Меня вот за эту хуйню армяне доебались. Типа, что я назвал чела армяшка. Ну, типа, камон. А что, ну... Ну, это было... Они просто не знали, что... Какие отношения между нами были тогда, и как мы, типа, круто все... Я обожаю, камон. Нет, не путаю этого говорить. Ну, короче. Короче, все нормально. Да, пиздец. О чем же я говорил? То, что вы тебя закопали. Да, пиздец. Прям писали, говорю, мы тебя убьем, 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 убьем. Камон, нахуй, вы че? Армяне, ебачо за типы охуенные. Гоу. Ой, блядь, ебать, нихуя себе. Тут где-то в призраке. Дмитрий Масленников, ты нужен нам здесь. Вы слышали это? Вы что? Вы что послышали? Окей, давайте договоримся так. 300 тысяч лайков, я отправляюсь в заброшенный лес притворяться долбоебом. Где? По-моему, чуть больше, чем 300 тысяч лайков, да? Окей, там 800. Не важно. Короче, я заболел. Горло болит. Глотать больно. Кашляю. О, мне тогда дали, я, короче, забрал какую-то хуету, и мне дали таблетку, и эта таблетка меня так выебала, блядь. Я просто, я стал вообще... До сих пор держат. Существ... Я стал существом, но это сейчас видно, это заметно. Больно кашлять. Слабость, ебаная. Голоса нет, вот смотрите, как я, допустим, пою. Что мне дали эти ваши деньги? Как? Да. Игровой компьютер Охуенно, да? Пуцер потюнул Вот клава все засосала меня просто и заразила Но мне все равно понравилось Это того стоит В Питере, если голоса не будет на концерте, знаете, зато я охуенно пососался Прикиньте, это я его заразила, он ходит в Мазан Вот чем ты заразила, мазан? Майна, ехать, бля, пьем тучи Все, брат Максим Мацанчик поплыл, ебанусь Уииии Не ебуйся без резин Уииии Я, бля, пошутил Так, все, я сосу ее Я сосу ее Я сосу ее Я сосу ее Приготовились, внимание, камера идет Поебать вообще Чего вы до меня доебались, дайте поесть, блядь Ебать, тут менюшка, блядь Но дошик лучше Нет, шучу не лучше Дошик, говно Осужда, дошик И шаурма, говно Осужда, ты что, долбоеб? Вау, как неожиданно Короче, мне тут сказали, что из-за того, что что-то там, там, там Типа, я виноват в том, что мы сейчас не успеем что-то снять Но, честно, вот, честно, похуже По-моему, если я не ошибаюсь Я говорю, по-моему, если я не ошибаюсь Все последующие клипы, которые мы снимали с Саней Романовым Из-за того, что мы дохуя прикалывались Часто мы опаздывали Или, там, проебывались И спешили По факту По факту Приколов было слишком много И я до сих пор ненавижу этого Ну, не, реально, это вам смешно, понимаешь? Вам контент Мне это работа, которая готовлю Но, когда ты на War Thunder уснул, нахуй На съемках, это вообще разъеб был Камера Там смысла не было уже не спать Просто камера Ты справился В общем, тут целый стол Сервировали, собирали Вот тот самый кейтеринг, да? Люди сажались Кушали, не кушали Ради того, чтобы просто сказать точно Мне, ну, вроде Клау до этого снимали, да? Я до этого, я просто спал И мне третий раз в Семенном шлагман открывал На этот раз я заехал во двор, сука Прорвался, так сказать Ты увидела такая Тут любовь, вообще А! Донаты заработали Что, у нас донаты работают? Да они у нас и работали, как бы Просто не донатят, сейчас ничего А, просто никто не донатил Да, надо, да, надо заплатить Нет, 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 подожди Это он шутит Донатили дохуя вообще Да, миллион Ебать денег дали очень много мне сейчас О, ничего Кстати, на новый клип хватит А где? Офигеть А как бы смотреть сколько? Чего офигеть? Почему так много? Так вон же вон сумма Где, блядь? Миллион сто Ааа, в натуре А сколько так много? Не, 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 это все шутки Миллион сто У меня нет Не, не, не Не, не Пойзошла А, да Тут же, ну, как бы все Это последний Тут тот самый Ой, бля, помню последний кадр Пиздец А что, нет? Тебе сомнениям нету? Да я просто уже думал, что все пизда Да, все Меня разбудили Я еще под этой таблеткой Просто проснулась вот так Что? И пиздец И мы так сыграли, бля Самый момент Так Видишь, что такие перешипнулись Таких Ну, посмотри Ха-ха-ха Вот Это тот самый Ха-ха-ха Это тот самый Это тот самый У меня будут дети И семья Так, подожди, стоп Рвался, так сказать Ты увидела такая Тут любовь Вообще Произошла Тут же, ну, как бы все Это последний Тут тот самый момент Так Видишь, что такие перешипнулись Таких Ха-ха-ха Вот Это тот самый Хуи Это тот самый Это тот самый У меня будут дети И семья И семья Перехнулись Таких Ха-ха-ха Вот этот Просто Вот Настроение классно Вот ты знаешь Как болезни Как не было, ебать Все болезни Идут только из головы И человек болеет Только, когда позволяет Себе это делать Поэтому Самая хорошая Хуйта полная Сейчас было Кажется, дорогие мои Дорогие мои Хуй Самая хорошая Лекарства Это отличное настроение Это факт Это сложная радость жизни Вы же в Чебоксарах У вас там Лед людей убивает А у меня цепи Как лед Лед хороший Убивает Господа Ебать Я слов Прекрасного Здравия А? Он с тобой Видео общается Че, кто сказал? Кто сказал? Кто что-то говорил Что-то Я умудрился Поспать Часик полтора У Клавы Последняя Локация Уже 4.40 Почти Бэкстейдж топ Конечно Давайте Пишите Прям сейчас Все побежали К клипу На клип Блядь Короче Ну вы поняли И все в комменты Написали там Неплохо Алишер, конечно Красава Но бэкстейдж Еще пизжи Вот Прям все комменты Вот так И напишите Клава Выкурил щиш? Не куришь Вот Все, давайте Это рейт Что думаешь? Только что Слышал Финальный крик Вопль Сняли Отпередил карьеру В общем все Съемки закончились Наконец-то Вы не представляете Насколько Охуенно Слышать Фразу Смена Окончена Особенно Когда вы Сутки Хуярите Здесь же Не чувствуется Того Что мы Просыпаемся В 3 часа Ночи Нахуи Сборы Едем День Под палящим Солнцем Или В холодном Ангаре Куча Какой-то Вот этой Хуйни И типа В конце Вот во сколько Мы здесь Закончили Часов в 5 утра Мы снимали Я помню 28 часов Мы снимали Без остановки Охуеть Чувак 28 часов Нахуй Вот опять Всем тем Кто думает Что жизнь Артиста Охуенная Сладкая И легкая Да Это так Но мы Сегодня 28 часов Блять 28 Блять Без сна Но я На диване Чуть поспал Нахуй Пару Пару Просто Пососите Спасибо Давайте Посмотрим Сколько В итоге 5.22 И мы Ведь Потом Поехали Домой И не Ложили Спать Мы Сидели На бассейне И бухали Мы сидели И бухали А мы еще Сняли Потом Часть Лехью Хефнера Да Чувак Мы вообще Мы вообще Не помни Что такое Сон Блять Как это Вообще Реально Блять Это Пиздец Пизда Блять Четыре Двадцать Пять Славь Часов Мы ждем Аш лайки Пизда Хит Первое место Везде Блес Сделайте Скачайте Это Клип же Уже Вышел По сути А это Где-то Сейчас Парад Ну короче Клип Ихуевший Пишите Вот там Как вы Любите Как вам Но И не забывайте Что под Клипом Надо написать Пока Пока Помните Дорогие Мои друзья Смотри Че пишут В комментах На твече В чате Че пишут Неплохо Алишер Конечно Красава Но Окей 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 Бац Я знаешь Че хочу Посмотреть Вот это Хочу Посмотреть Бля Я тоже Ты это видел Да пиздец Ты че Ебанулся Ну я моментами Блян Я же это Так Смотри Что ты за контент Смотрел Я пять лет Мне отдыхало Ребят Кто контент Я его делаю Я не смотрю А шо это такое Как родилась Легендарная Пыль Кстати Алишер Тук Нет Пока Сейчас пойдет Контент Саня У тебя другой Свет Был розовый Он поменялся Это Он за Настроением Зависит Просто Как-то Красивее Было Когда у нас Голубой У тебя Розовый Они такие А Типа Мы синхронизировались А до этого Мы контрастировали Типа Интереснее Ну раз Режиссер Я повернул По факту Короче А как стрим Сейчас идет Чат нормально Потому что У меня есть ощущение Что лаги Есть или нет Ты чуть-чуть Лагаешь Чуть-чуть Че вообще завис Есть А ты здесь А А Алишер Алишер А Зайди в ОБС А А Почему я не могу Подминуть Стук Блядь Блядь Да что за хуй А все нормально Окей При этом Ребята Это ВБС Ниндии Трабы А А че Сочелось Ого Ничего Сек А А вы Посмотрели Этот То что Я вот сейчас Буду смотреть Ладно Похуй Короче Пацаны Ну А можете В чат Написать Пожалуйста Букву Давайте Так Блядь Первая Которая Пришла На ум Нельзя Говорить Напишите В чат Букву Какая тебе Нравится Буква А Не Напишите В чат Букву 6 Если Вы Не Видели Как Создавался Альбом Легендарная Пыль Вот Напишите Пожалуйста В чат Если Вы Не Видели Как Создавался Легендарная Пыль Напишите 6 Что-то Сышим Дохуя Нахуй Я Не Верю Даже В Это Б Это 6 Я Тебе Расскажу Одну Интересную Фишку Твитча Я Тебе Немножечко Введу В курс Дела Меня Сущ Надо Чат Вот Смотрите Сейчас У кого Три Глаза Напишите Девятку Пожалуйста Только Те У кого Три Глаза Все Бро Я Тебе Понял Можешь Не Продолжать В том Что Все На Твиче Трех Глазые Бро Стой Я Принес Колу А где Она Ой Не Не Было Такого Короче Да Я Понял Смотрите Значит Для Всех Трех Глазых Мы Сейчас Посмотрим Как Создавался Альбом Легендарная Пыль Напомню Это Единственный Альбом В Мире В Мире Который Написался За Неделю В Прямом Эфире И Побил Все Рекорды Абсолютно Все Это Самый Громкий Альбом За Историю Русского Стриминга Который Был Написан За Неделю За Неделю Блять На Ваших Глазах Вы Каждый Трек Который Там Был Можете Посмотреть Как Он Делался Фак И Это Это Было В Том Самом Автосервисе Янис Грек На Третьем Этаже На Третьем Этаже А Студия Бла Нет Мы Сами Привезли За Все На Третьем Этаже Чуваки В Автосервисе Где Чинят Машины Мы Там Это Сделали Мы Только Со Славой Познакомились А Дай Вот Воды Мы Только Со Славой Познакомились И Просто Сделали Трек За Ни Ой Альбом За Неделю В чате В чате Уже Пишут Саня Гондон Погнали Погнали Как Родилась Легендарная Пыль Лайго Всем Привет С вами Влад А4 Глен Кобяков Ой Блядь Всем привет С вами Моргенстен Саня Гондон Славик Битмар Блядь Блядь Ебать За видос Так Опять Сука Пропадает Видос Периодически Сейчас Перезапущу На Здоровей Свою Гондон Свою tofu Ладно, всем плевать. А можно гладь сделать, пожалуйста? Типа... На пианино или тут? На басок? На сосок? Колбасок? Еду на сцену на Мерси. Сука, везде только пела. Понятно. Да, я легенда, но мне похуй есть. Сегодня в бане, значит, будет перечень. Сука! У меня любят суки, как будто я... Так, ребята, я пошел поднюхаюсь, блядь. Да я ссать хочу. Вот так вот, сул, да. Прям пенисом. Смыл, ручки помыл, блядь. Обычно не мою, но сейчас помыл, что типа, ну, люди смотрят. Я хочу передать привет самому лучшему рэперу 2020 года. Моторола шеф. А, хехе. А, хехе. А, хехе. Сука, да, это, блядь. А, хехе. А, хехе. А, хехе. А, хехе. А, хехе. Ебать, Слава, вот это кач, нахуй. Вот это кач. А, хехе. А я помню, где-то в каком-то городе на Митингрите чувак говорил, что на днях выпал из окна, блядь, на костылях пришел. А в слэм залетел? В слэм залетел, да, блядь. Мы его кинули нахуй сюда просто. С костылем? Без. Правильно. Ну мы как, нормальные ребята просто костыли у него отняли. И говорим, ну ты, еб, ты не позорься. Осуждаем. Нормально, слэм. Я хочу, чтобы меня с прогиба Саня кинул, пожалуйста. Саня, кинь меня, Саня, кинь меня, Саня, кинь меня, Саня, кинь меня. Давай, Саня, кидай всех с прогиба. Ну как всех? Опа. Если вы мечтали делать биты, зарабатывать сногсшибательные деньги и чтобы все качали голову вот так под вашим узлом, но вы совсем не умеете нихуя, приглашаем вас на курсы к слабим этому. Ссылка в описании. Вы просто пиздец научитесь. Все. Там не только биты научитесь делать, но еще и как... Танцевать? Да, еще как правильно... Фиксить, да? Стричь кусты. Косить газон. И строить мосты. И строить. Если вы это видите, наверное, мы... Мы умерли. ПКТ-РП. Блядь, весь кокос выблюнул. Прости, а я на что-то наехал. Полное время. На вторую ногу, кажется. Ребята, вот так. Ставь лайк, а я наеду еще раз. А что? Мы идем, скажем, ты в соло трек сделаешь? Или все с этим не кручил? Давай, вперед. Да, мне этого меня не сделает. Не дай, давай. Гони этого меня не сделает. Да, вот так начинал с карьеры. Слава, верну. Хотела бы я побыть в роли меча. Концерты скоро. Янг Хефнер тур. Билетов все меньше. С каждой секундой. И, кстати, они дорожают. Не медлите. И быстрее бегите. Вы писали, бегите. Разъебемся. Мясо будет, мясо. Я аж заплакал. У меня все падает. Вот это концерт. Охуеть. Паппи, не хватит. А как вы относитесь к тому, что нам выпускают? Пишите Саня Гондон. Потому что я в зубы кричу. Саня Гондон. В описании есть ссылка на его инстаграм. Пишите это лучше ему в комментариях. Пацаны, вот сейчас прям переходите к Сане в инстаграм. В инстаграм. И пишите Саня Гондон. Ебать, у тебя волос не было тогда, слышишь? У меня тоже. Да. А у Славы были. Ну как же, Слава, это же очень примитивный бит. Круто. Это вот когда персонажа выбираешь в игре. А вот скажи, ты вообще вагину видел когда-нибудь? Это что? Пока. Так он мне сейчас звонил, прикинь. Я беру, протеопи... Он сказал, зачем вы так со стариками? Вчера собрали, кстати, охуеть, почти 90 тысяч. Я потратил деньги на свет, потому что у меня в квартире нет света, я из-за этого ролики. Да, он до этого в темноте жил, представляете? А вы считаете, человеку свет в будку провели. Вы можете потом к нему подходить, каждый, кто донатил на улице, и говорить. Эй, ты не забывай, кто в свет в будку провели. Чудо, даже не верится, что это будет рэп. Было у тебя такое, что ты кому-то бит продал, и слушаешь потом, и такой, блядь, ну и хуйта. Что за хуйня? Чудо, даже не верится, что это будет рэп. Это Саня, Саня Гондон. Пусть Слава отожмется 30 раз, раз, пришлю тысячу рублей. Ооо, ну давай, брат, за работу. Разозли меня, чтобы 30 раз... Ну и прическа, блядь, прическа твоя. Ты не грачел. Да, 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 давай, давай, давай. И воняешь. По фактам давайте. И лох просто. Ооо, по фактам, ну ладно. Раз, два, гони косарь, гони косарь. Я, кстати, не знаю, спортивный вот так сейчас знаю. А ты спортсмен? Спортсмен, да. Да, я спортсмен, ну, блядь, вот так, то есть как вот. А, отожмись, пожалуйста. Я утром сегодня. Блядь, Рустам еще полный. Блядь, ну пиздец. Сейчас он, ебать, такая хуйня. Сейчас просто он такой хуйнек. Да, да. Удаляю канал, я, кстати, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я передумал удалять канал. Ебать, ты хуй сон. Отвратительный человек. Ты пиздомол и... А Морген Чмыри может написать музыку уже, а не парашу? Мне 12, и я пишу дикий тэрэ. Я что, блядь? Я, по-вашему, кто, блядь? Чтобы я, нахуй, я снимал пародии? Я серьезный артист, не блогер. Никаких пародий больше от меня. А сделай пародию боджавидов. Скажи что-нибудь боджавидовским. Ох. Ай, это пакет. Так что, может быть, я тогда поеду нахуй? Ну, так альбом писался. А можете для примера со славой встать? Мы что, цирковые обезьяны, что ли? Ну, 169 и 170, да, вот. Так. Тут тебе хук приложили. Если пляшешь ты в аду, то тогда иди в пист. Еееей. Груша, яблоко повидло, завали ебало быдло. А ты можешь сказать, опа? Опа! Почему Слава похож на Рому из «Счастливы вместе»? По-моему, я похож на Барона. Я на сцене, я в Сургуте. Мои братья пупсень вупсень. И ее зад такой упругий. Мама, блядь, включи компьютер. Пишут в комментах в чате «Гоу, легендарную пыль 2» на Твиче. А у нас, на самом деле, была идея делать треки в прямом эфире. Давайте 100 тысяч подписчиков будет поговорим об этом. Нет, ну это не серьезно, а я все-таки серьезный артист, блядь. Блядь! Я хуйня, как Клав Дьюти. Слава, извини заранее. Я на сцене, я в Сургуте. Слава мне сосет за бутер. Да что, неплохая строчка? Неплохо. Пишут, что клево вписалось бы в эту песню, которую вы сейчас делаете, тендер ли бая. Не надо ли бая. Ну ты что, она же стример, и, блядь, вы чё, а я серьезный артист, я музыкант. Я музыкант. Сергей. Стример,олин Обан. Стример 1134 за предкой, слушайте. 1134, блядь, это. А мне не мой трек, слушай. Я музыкантный артист, серьезный. Я серьезный музыкант и артист. Никаких фитов с блогерами и стримерами. Я серьезный артист и музыкант. Слава, спрашивают, имеет ли значение сколько лет? А за предку, говорит, кто? это так не работает это же от тебя зависит это наличность работать они на стрим вообще не имеет хоть тебе два приходи раз какая минута секунда 1134 1140 каково это дружить саней пишет георгий алишер гоуфит мне тоже 14 и я пухлый на мне кудри да я кудрявый а ты дырявый пиздец в этом бля лису я царь зверей о я такой крутой пиздец я не представлял свой выход вообще опля какая то больная мелодия мне кажется басовый сок а может нам сок напишут бит знаешь что это или ты просто решил куснуть что-то рандомное что там я думал это хуй подписывайтесь на канал алишер маргинштейн как а вы звукорежиссер ну да сейчас сяду так и что вы не подскажете где здесь добрый все таки вот так и пишутся лучшие альбомы человечества нахуй вот так они пишутся вот что значит думать и стандарт нормально ступо ставить уже не плохо выражается давайте еще раз релоуд 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 а ван те Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Я, кстати, удаляю канал Девчонки от меня без ума Я как раз хотел показать подписчикам Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки от меня без ума субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки от меня без ума 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 субтитры сделал DimaTorzok настройка качество разорвал глина вырезал на ну слушай раз такое дело и ты с камерой может это зайдешь гости я как раз хотел показать подписчикам свой новый трепхаус интересный домик опа может еще раз кинешь ну и что расскажешь вообще про дом почему переехал зачем ты же в квартире жил тебе все нравилось ну во первых это дом он большой красивый очень красиво что вот этот такой это это ознакомьтесь он встречает гостей которые приходят сюда там сфоткаться там или познакомиться со мной вот этой штукой встречает гости я тебе предлагаю тогда первые на ю тубе сделать обзор на охранника умеет пугать людей даже не касаясь их так это можете спросить у руслана грязи не а чем укомплектован он вообще что может какие есть особенности два дополнительных магазина если вдруг фанатов много но если нужно ходить в лес по делам что еще у тебя есть вообще а зачем ты купился в мире нравился смотри если ты занимаешься модели шар братья две машины пацаны сейчас их 6 нахуй те 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 там ки кинули уже вам два раза по 10 тысячи пишут чек не донат там история крутая какая-то так все посмотрю секундочку вижу 10000 так а я не вижу что пишут прикинь я вижу просто сумму как-то я хуй знает смотри зачит давай давай я тебе помогу лишь давай 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 смотри человек изначально написал следующий текст привет это ведь просто чел который когда-то по фану сделал видео и ты потом у него его выкупил чтобы завить себе знаю какое видео но это про эфир про эфир помнишь какой а да да я у него купил я и чтобы понимали этот чел прислал этот монтаж мне по моему в instagram я его увидел охуел скину алишеру и вот эта вся история это он прислал типа донаты да 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 он это прислал и потом вот сейчас десятку отправил а есть его имя нет стоп по-любому так подождите сари видос про гендарную пыль сделал левый сюда я я по-любому его отметил в в описании это который мы смотрели сейчас да 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 как раздался гендарный пыль автор этого вот автор этого великолепного монтажа сейчас подожди я не вижу видите ли вы или нет вот автор это великолепный монтажа есть все ссылки на него да он уже не он ебать разъебал он красавчик да вот сейчас чел еще пятеру скинул пишет я когда-то наткнулся на этот ролик посмотрел кайфанул связался с ним спасибо что контакт его оставил в описании теперь этот чел со мной работает он очень крутой ее если что все есть в описании пацаны никого не кидаем а я чуть-чуть не занимаюсь пробую а если у тебя есть охуевший трэп-дом там должен стоять кодилак вот поэтому пришлось купить на самом деле сначала написал трек а потом я купил потому что я где-то хуленный какая следующая . хочу роллс-ройс купе трек будет про роллс-ройс пацаны полное говно я на нем поездил это это вообще отвратительная машина блять ну типа это это ебать хуета но если они мне заплатят я так буду хвалить давай мы сделаем обзор давай на новый кадиллак моргенстерна вот пожалуйста разувайся тапочки гостеприима очень конечно но смотри вопрос первый отличие большого дома от квартиры просторы нет соседей неужели это правда надо объяснять плюсы блять дома перед квартирой сами что-то прекрасно понимаете пойдем гардероб смотреть ну как гардероб это скорее педальная здесь педали самые любимые какие-то лекции самые любимые были не не могу я выделить нужно выделить окей вот эти нравится один только надо быть топ-3 педали моргенштерна жузепа за мотина и валентина ну и наверно все-таки в луи вигаторе нам не сейчас вот а вот это вот все уже как-то не знаю заебало меня маленько примерная стоимость твоего гардероба вот этого педального кроссовочка педали примерно вот и парочка бомберов казаночка моя вот этого орган а что это это братан лимитированный мир потому что у нас в описании спуститесь вот так вот могу ну рассказывай не пропустил что во первых черный большой без номеров новый из салона самое главное конечно же семь с половиной миллионов рублей теперь мой автопарк в сумме сколько получается 11 как футболе человек и вот так и есть пока менты не останавливают наручники не девают не забирают мои деньги а за рулем кто за рулем азиз то есть азиз теперь всегда с тобой конечно для ли посмотри сюда здесь висит столько сколько ты за всю жизнь не заработаешь но может заработать но я это я подписчику сказал пропуск помогли чтобы спокойно люк здесь есть парк здорово привет вот так можно ездить как танки сейчас я не пропущу блять пойдем гора пойдем да пойдем покажешь как живут вообще люди санты лагаешь да что-то у меня ебануты со светом я сделал пошел уже не лагаешь это из-за темноты походу я ушел в теневой бан спорт инвентарь и получается спортсмен не тогда от прошлых хозяев осталось но я спортсмен теперь хотя у нас туда грязь я елка же крест вот эта тренажерка строится такая немножко некрасиво все в дерьме ну короче это будет тренажерный зал вы если за мной следите наверное помните что я говорил что я спорт в рот ебал вот я опять переобулся буду теперь заниматься чтобы быть красивым здоровым счастливым подожди ты один живешь в этом доме в большом не самое здесь это ребята живут уже познакомимся пойдем там в порядку давай это это студия на писсуар дома кстати обратите внимание писсуар дома я думаю каждый уважающий себя мужчина об этом хоть раз задумал туалет раковина пойдем дальше это банька вы знаете я большой фанатик поэтому дома у меня не могло не быть не могло а где же иначе рвать целки вот такой вот рум-тур кто нах в 22 года так двигается покажи мне книжный шкаф конечно моя любимая книга она похоже вот она точно почему это твоя любимая книга что там было в итоге вопрос то какой то там было или почему любимая книга вопрос там были призрак нет книга да ты наемная книга это любимая потому что книга первая сами раскрылся все погнали погнали комнату ну тогда пойдемте посмотрим комнату вот это моя комната я здесь сплю отдыхаю занимаюсь медитациями тела вводишься слушай а пока что здесь была всего одна женщина всего одна женщина и вы ее знаете это мне картину подарил угадайте кто ургант нет я создам подсказку я люблю собак я очень люблю собак это плане нет снудок виниловая пластинка astra world я ее никогда не слушал более того кстати здесь сам трезис вот поставил автограф так что там вот да может лучше посмотрим рабочее место а охуе таким видом ты просыпаешься конечно таким видом я просыпаюсь и с таким видом я играю в компьютер слышал 13 13 на 14 4 запретка пусть напишут где скачать а это что за персонаж это мой новый кореш я ему еще не дал имя пусть напишут его в комментариях фуфу я так давно не снимал видосы до youtube забыл уже совсем вы же можете написать в комментарии точные помочь мне придумать имя для этой обезьяны а где же старые твои друзья это я так подвел к своей коллекции да вот смотрите это дольче тапы это дольче тапы это дольче тапы а вот это нет это это речь он что ли не знаю в общем вот коллекция тапочек потому что я пиздец люблю перед 13 сколько 13-44 а там что сверху перемешки моих дольче готе версать каких красивые слова да да и вот мой любимый ты посмотри как он идеально просто подходит я все бля я и ждение я собираю все идеально тут я понимаю сумочки мцм луи ви вот это вот залупа вот этот квадрат брат мой обошелся в 350 тысяч 350 тысяч чтобы вы понимали да как удобно пиздец эту сумку носить там ну типа вообще ни хуя просто вот не вообще ни хуя никогда по-моему я ни разу не видел я просто я вижу что он все равно лежит а вот лежит вот это специально для лежания сумка 5 уходи ахуи это моя цасочная это вот старая цепушка из серебра это верстачевая но это чисто комплект 13 сколько называет 13 44 грустная песня это кейс для ну вот этой цепочки он сейчас пустой а это нахуй запонки бля я их ни разу не одевал я даже не знаю кстати откуда они у меня очечная очковная очечная это очки это очки старого доброго алишера который был лучше это очки ну вы знаете эти очки это новый мэйлин их одевать здесь я вообще я не знаю зачем я это купил можно секунду отвернулся я одену и ты повернешь ты с вашей композиции за меня не очень понравились особенно сейчас в такую ситуацию этого это очень они самые простые из всех кстати если вы обратите внимание самые простые обычные еще одна смотри сюда на я немножко поделил свой гардероб здесь висят более такие деловые вещи богат дорогие футболки это вы все и так знаете да прекрасно что это такое халаты для повелителей мира пиджачки и ремень и да везде вот это мой гардероб то здесь пойдем это угол ультра роскошный толчок просто как будто я где-то в гостинице зачем себе дураками вверх а точно ну в одну сыщь другую руки а мы ванна большая чтобы здесь валяться тоже вот как видите двоих мы тут со славой пишем хиты унитаз и билет и конечно же еще один писала там ухо есть муха муха и конечно блять но сразу не обратить на это внимание это видео по-любому же будет хозяйка смотреть я сейчас все починю просто не вставляет эти девчонки они до сих пор там стоят сколько мы уже час назад ушли они до сих пор стоят дорогие ребята но не приходите не приходите сюда пожалуйста мы переехали каждый день две недели по 5 человек по 6 по 7 приходит один даже в час ночи пришел лежит человек как весь чат спамит чем дропы и баланс давайте на альбоме тогда выпущу похуй первый раз в мире когда чат написал что ты человек такой да давай да хули похуй окей на альбом выпущу похуй поевать довольны блять все отебить вы такой звук есть благодарность пишите в силович мэри мне тоже не нравится когда ко мне незнакомые люди приходят стоят под домом кричат кому звонят выходи сфоткаться предать вас будет просто стрелять позит ладно пожалуйста не надо ценить пойдемте смотреть что здесь еще обитает а терраса есть а я либо помню ой блять точнее либо помню либо нет вы же разгоняли людей этим однажды к нам при которых дому пришло человек 20 нахуй и вы стреляли из этих не пришло человек 20 и был там самый типа главный это отец каких-то дочек хуй его знает короче он пришел такой типа типа мелкие стояли и стоит взрослый мужик да 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 просто пришел мужик его типа а чё вы за хуйню блять там поете блять чё вы за хуйню поете прикинь блять и просто азиз его толкнул и он отлить он улетел нахуй блять ты бы это видел просто азиз подходит не не бьет ничего просто вот так толкает вот так вот так просто толкает блять азиз просто толкает и челик улетает нахуй вот просто вот он летел вот такой траектории вот его толкнули вот так сначала вверх потом упал он до сих пор летит да сейчас да пиздец и и самое главное после этого он такой встает такой не пацаны ну да вы нормальные ребята типа вопросов нет руки пожал и ушел ну блин это виздец его просто азиз толкнул он полетел нахуй вот без приколов он не просто упал он смысле он он полетел наверх и потом такой упал и его он такой ну пацаны ну не ну вопросов нет все нормально вы хорошие ребята все хорошо и они уехали блять а я помню почему он пришел короче мы очень много раз говорили в сторисах что типа чуваки будете приезжать к нам домой мы будем вас хуярить из фенбольных оружий вот эти да потому что все же это все в gta 5 рп ясен хуй ну конечно в gta 5 рп жизни такого не бывает блять это было на сервере вот на сервере там был похож дом на наш они подъехали на сервере gta 5 рп и это было в два или в три часа ночи они просто начали хуярить музыку очень громко и орать эй магия штер выходи и начали танцевать на машине где то да ну ясен хуй в gta rp и мы выходим и просто начинаем хуярить по ним блять в gta rp ну не в жизни же блять просто начинаем по ним хуярить шариками блять пентбольными gta rp и разбиваем им зеркало бокового вида они, они это все снимают, они очень радуются типа, нихуя, Панаморгенштейн стрелял в ГТРП и типа, и уезжают на следующий день прилетает Арава нахуй, то есть эти пацаны все их родители родственники, вся хуйня и типа вы че, нам тачку разъебали в ГТРП, говорит выходит Азиз и такой а какие вопросы так они нам тачку разъебали Азиз им говорит так, блядь, вы в 3 часа ночи приезжайте, хуярите ему зло и орете нам и толкает его и чел, ну типа вот так летит да, вот так летит просто в ГТРП, да вот Азиз, вот чел и чел вот так вот да, он подлетел я охуя, он подлетел, блядь в воздух, блядь ну в ГТРП, конечно и короче и потом он такой встает отряхивается такой бля, пацаны, сори все нормально, вы нормальные ребята мы им заплатили компенсацию да, 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 да поэтому но это было до этого мы до этого им оплатили компенсацию и вот вам да, вот сколько стоит ваше зеркало от машины вот сорян вот вам, пожалуйста, деньги и они все равно приехали качать в чате спрашивают как он полетел он полетел вот так то есть обычно человека толкают и он падает вот так назад а этот человек полетел вот через верх и вот подожди и он полетел вот так нахуй это первая ситуация в жизни когда вообще человек в честь раз полетело это пиздец вообще это я охуел это просто был толчок но он не упал он подлетел он просто вот так нахуй и встает такой ладно, пацаны бля, я понимаю все нормально все хорошо все окей и уехал почему они приехали? так потому что мы в GTA RP расстреляли их тачку из пенбольных оружий бля я предлагаю ну, вроде история закончилась нет? а часто приезжали? чел в Яндекс картах дом Моргенштерна набери тебе откроется для вас пока товарищ на фокс 70 км не, он какая разница он откроется но если чё там уже никто не живет так что это бесполезно если чё и это чё в GTA RP да let's go ахуя 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 сейчас еще потеплее станет поставим сюда стол стулья будем кальянчик курить можно прям здесь бурбикюшку херачить просто великолепно ну помоги подписчиков давай ребят держу ребят держу ребята ой ой куда вы ребята я здесь ну давай тогда первый на ютубе обзор на крышу ну что ж покрытие этой крыши из камней а я знаю для чего чтобы кидать в подписчиков которые пауза блин надо стрим делать в бассейне окей как будет тему так делают реально? в России? девчонки да ну а пацаны есть такая категория по-моему даже целая пацаны не знаю пулстример ты хочешь ты хочешь быть первым пулстримером пацаном? ну прикольно тут вон басик секунде полметра лоскал приходи к дому давай попробуй давай попробуй вон привет 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 давай спасибо да 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 девчонки от меня без ума да да блин я не перестаю восхищаться домом прям спасибо что пустили нас жить сюда писсуар я честно починю это комната славы аааа у него тут нет бляд это разъем подушка типа угнирушка один носок уберем давай давай положим ему я хочу ему положить немного денег чтобы он такой кошелек открыл а там на косе больше мы можем подвинуть ему монитор пранки богатых людей Поэтому и треки у него охуенный получат. Кто-то написал, что он это сделает и не поймёт, что это не его планы. А этот косарь, который мы положили, он положил с продвижением. Смотри, Слава, я трогаю твою тёлку в твоей клонке, пока тебя нет. Знаете, кстати, этих ребят? Это, не знаю, но вот это Моторол шеф. Это Моторол шеф, ну типа, Бишу, так ладно. У него скоро выйдет первый трек, и он сядет в тюрьму, поэтому распространяйся хэштег Риматорол. А мы... Дом горит. Пожар, выходи. Вот он мне Лиза заедет. А-а-а! Практично. Но здесь, в принципе, особо не хочется смотреть, блять. Ну, трусы, смотрите, дорогие пиздец. Здесь живёт Моторол шеф. У нас сегодня просто пранковый выпуск. Как бы жестоко поглумиться над ним. А ты чем-нибудь болеешь? Можем плюнуть ему в воду. Да у меня коробка линду. Ха-ха-ха. 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 Можно тряпку кинуть на пол. Ага. На зоне так делают. Надо готовить его к зоне. Да. Наушники его. Один забирай. И он сходит с ума. Это же... Нет, чувак, это слишком жестко. Это слишком жестко. Опа! Моргенстерн. Ого. Моргенстерн. Моргенстерн. Вот это Моторола шеф. Мы у него в комнате не были, и я думаю, не пойдём, да? Да, конечно. Что там смотреть? Альбом Моторола шефа обогнал время, пацаны. Всё. Это всё, что я хотел. Как в тюрьме? Распространить хэштег Free Моторола. Free Моторола. Добро пожаловать в наш Chill Zone. Chill Zone. Охуешься. Просторный холл. Это портрет. Нет, я бы даже сказал, не портрет. Это икона. Икона стиля. Вкуса. Супса. А это вы знаете. Это картины моей мамочки. Давай пробежимся. Нет. Пробежимся? Давай. Мы же можем это делать. Здесь же много места. О-о-о. Я тебя поймаю. Не надо. А ты спросил. Какой большой дом. Да. Понял тебя? Кальянчик может? О, давай. А пока я буду забивать кальян, мы сейчас устроим внезапную рубрику вопрос-ответ. Привет. Мы снимаем прямо сейчас контент на YouTube. И если хотите задать какой-то вопрос, чтобы ваш вопрос был в видосе, прямо сейчас к Саньку идите, ему в историю задавайте вопрос. Прямо сейчас. Ух, да. А то я практически со своей аудиторией и не общаюсь. Ну все, ждем тогда ваших интереснейших вопросов. Будете подписаны, кстати, на инсту, не будете пропускать такие охуенные масштабные эвенты. Ой, надо кушать, готовить. Ты же фитнес-кленер. Расскажи, как ты летаешься. У нас, во-первых, два холодильника, чтобы понимать. Это нездоровый холодильник. Здесь шоколад, колбаса, курица. Здоровый холодильник. Надо пообщаться со своей аудиторией, узнать, насколько она разносторонняя. Первый вопрос от Афонин ТВ. Когда-то, по-моему, был такой чувак. Да, он спрашивает, почему пизда жестче, чем хуй? Это блин, нужно быстро отвечать. А почему? Давай. А можно про это говорить? Угу. Почему? Потому что... Почему пизда жестче, чем хуй? Она больше работает. Есть второй вопрос от Афонин ТВ. Давай. Почему хуй важнее пизды? А из чё? А ты отвечаешь на них там? Почему хуй важнее пизды? Ты отвечаешь на них там? Да. Потому что он видел больше их. И третья новость. Кто такой Моргенштег? Кто такой Моргенштег? Ответит Александр Фрейм. Он вот сейчас на стриме слева рядом с лыскоками. Клип. Любовь. Когда новый альбом? Когда напишу. Нативно достаточно? Освежающий напиток. Ммм. Да, да. А помните, я туда по всей стороне вот так с бутылки спрайта тусовался на билбордах. Да, да, да. Тогда еще можно было мое лицо светить. Если честно, я очень рад, что мы работаем со стороны. Прямо. У меня всегда была такая маленькая мечта-галочка. Хочу амбассадорить какой-нибудь охуевший бренд. Крутой, большой, крупный. Типа, не отбирайте контракт, пожалуйста. Вот. И когда я вижу сейчас свое лицо, висящее в городе на всяких счетах, я... Ну, мне приятно. Мне очень приятно. Потому что я такой, ох, спрат. Я же его, блядь, пил в детстве. Господа, это готовить не нужно. Потому что оно, блядь, ну, готово от природы. Курочку с грибами будем делать на пару. Потому что на пару очень полезно кушать. Я вот переехал сюда. Я жрал все подряд просто как мразь. И 86 килограмм весил. Пузо было опять. Подбородок, что 86. Сейчас вот начал нормально хавать. Сейчас я вешу 76. Просто еда. Я еще даже не занимался там на тренажерах. Просто еда. Так что, если ты жирный, хороший ныть. Просто перестань кушать говно. Вы, если попробуете кушать здоровую пищу, для вас потом вредная будет казаться какой-то химозной, неприятной. То есть, ты жрешь грибы, получается? Получается, так. Про эти грибы ты на интервью говорил? Да, я про эти грибы, конечно, говорил. Какие еще бывают грибы? Ну, типа, грузди, что ли? Нахуй грузди. О, Слава! Грузди. Ну, блядь. Не знаю. Это мой тварь, да. О, Слава моя, Орло, привет. Очень рад тебя видеть. Очень добрые видели. Классные у тебя биты. Спасибо. Слушай, ну что ж, покажешь нам комнату свою? А я только из душа вышел. Я даже тут не поддак. Давай. Да ладно, ничего страшного. Рассказывай, как живешь вообще. Что тут у тебя? Мы, собственно, живем. О, это что? Расскажи. Это, я не помню, по-моему, это Шиори ее зовут. Да, ммм. Да, это женщина моя. А ее можно трогать? Нет. Мне? Нельзя, да? Нет. Ну, я не буду. Расскажи про планы свои. Ну что, например, один из моих любимых планов это купить матрас. А, вот это, извините. Умереть. Я не знаю, кто это написал. Извини, извини. Это что? Мама, бабушка, посмотри. Так сказать. Канал Барбиш. Как мама относится к тому, что ты сейчас популярный? Хорошо. Когда будет трек «Кадиллак»? Не знаю. Понравилось на Украине? Очень. Ты под кайфом пишешь песни? С кайфом, я бы сказал. Почему он так сильно похудел? Потому что питаюсь правильно. Ну, вот, собственно, так и живу, друзья. У меня есть замечательный выход на террасу. А как у тебя музыку пишется, кстати? Да, музыку. Вот что-то, вот я смотрю, у тебя очень монитор криво стоит. Вид такой у меня… Ты не хочешь выйти? Нет. Ну, тогда… Сань, пока. Давай. 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 Сколько тут? Сколько тут? Ровно? А ты можешь посчитать? 99. А может, все-таки посчитаешь? Ну, чтобы не обманывать никого. Да, и у нас сейчас на канале. Сколько ты говорил здесь? Сколько ты говорил… Не, ну, мне точно это всё нужно. Ты сам у меня просил мелочь. Ничего я у тебя не просил. Не вставляй это. Ничего я у тебя не просил. Ты просил. Да, да, да. Внизу свою хворот. Ты разменял 500 рублей в аптеке. Да, уходите. Вы! Уходите. Пока. И ты простые у тебя. И ты простые, да. О, привет. Это гильза. Ты еще и оружием балуешься? Ничего себе не терпает. Хороший парень. Да, очень добрый и милый. Самое главное, что не зазнался до сих пор. Хоть и зарабатывает. Слав! А может, там… У тебя какой-то ролик тоже про дом будет, не будет? Может, на канал? Да, переходите ко мне на канал, там будет ролик про дом. В общем, пока Слава не умер, переходите, подписывайтесь и смотрите, как… Какой он будет, так сказать, паралис? Так, я не понял. Так, что… Да, мы пошли готовить. Мы готовим курицу. Что на наушниках там? Мы готовим грибочек. Пойдем, 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 пойдем. Помоги. Помоги. Какая должна быть твоя девушка? Татарской. Как стать? Молодцы семьдесят восемь, если что. Ну, нужно, тебе должно повезти, ты должен ради себя. Да? У тебя еще стоит… Двадцать семьдесят восемь. Сколько примерно ты, Сухтеров? Жестко. Когда клип? Сейчас. О, поддержка. Напишите в комментарии, какой Моргенштерн настоящий, слева или справа? Давай. Вот это вот. Вот это вот. Это новый Моргенштерн. Это новый Моргенштерн. Я не могу больше, не могу больше, не могу больше, не зарабатывать. Короче, всё. Мы готовим на пару еду. Вот. Просто… Мультиварка – это топ. Заткинул, бля, закрыл, кнопку нажал, всё. Час сорок минут будет готова. Вот такая вкусная еда. Когда последний раз дрался, ну или когда была последняя потасовка, и где? Наверное, в Самаре. В прошлом туре. Год назад или сколько? Около того. Алишерка, будет тур по небольшим городам? Никогда нет. Денег мало. Тиля была лучше? Она и сейчас прекрасна. Здорово. У тебя есть брат? Есть. Геометрический или нормальный? У меня вообще много братьев. Но есть родной прям брат. Ему 10 лет. Он в Испании живет. Так, извините теперь мою маму. Да, кстати. Вот это уже не все. Сразу заранее. Я знаю, что и мамы... родственники Славы будут это смотреть. Поэтому я заранее прошу прощения. Подожди, стой. Я тоже должен тянуть. Да, не обязательно. Поэтому честно. Извините, пожалуйста. Мы Славу очень любим. Это все просто шутки, понимаете? Меня заебало это видео. Я думаю, может быть, паузу сделаем? Паузу это что значит? А что в этой паузе? Сайфер? Ну, типа ты... Я немножечко устал. Хочу спать пойти. Паузу на сколько на сутки, блядь? Ну, я имею в виду на сегодня. Ну, по факту, время с полу второго. Ну, да. Можно, можно. Похалываем сейчас. Сейчас, все. Я посмотрел, что вообще существует. Посмотрел бы и хуй на это забил. Первый заход нормальный. Первый заход нормальный. Сколько ты? С 8 часов вечера? Я не помню. 9, 10, 11, 12, 5 часов. 5,5 часов стрима. Ну, я что-то пиздец устал. Не, да. На самом деле, уже пора, наверное, на этого. А сколько сейчас людей? А то даже столько соприток будет, блядь. Сколько сейчас людей? Короче, пацаны и дамы. Я до этого два дня спал на полу. Сами не даст собрать. Есть видео, но это в секретном чате. И сегодня тоже буду спать на полу. Потому что я люблю половой жизни. И, собственно, короче, всем спасибо за первый стрим. Спасибо, чат. Кому спасибо? Кому? Чмыриам. Чмыри. Плянь. Давайте напоследок просто. Мы чмыри. Мы хуй. Было очень приятно. Как минимум, мне очень грустно бывает последние дни. Я хуй знает почему. Я не ебучий делать. А вот сегодня я вроде как не, ну, типа с вами вместе был. И это было очень приятно. Поэтому... Ну, смотри, брат, на твиче не принято просто так off stream. Ага. А как? Нужно дать... Нужно дать рейд. Что это такое? Ну, типа зрителей отправляешь к кому-то. Поддержка. Не, пошли все нахуй. Всем сладких снов. Давай, Саня, пока. Моргенштейн. Давайте, пацаны. Первый стрим. Фрэнк Тэмер. Романов. Спасибо. Всем спасибо. Муа. А, сейчас, секунду. Я переключиться должен. Погодите, а селфи финальный не делается? Все должны в ходу стоять, нет? Еб ты. Слышь ты нахуй. Короче, ебать. Ребяточки, сладких снов. Вы очень классные. А, мы тоже. У меня не очень это... Ну, я думаю, про бакс поэт ложись с камеры. Держи. Давай, короче. Типа вот тут сейчас наезд на тебя будет. Готов? А фокус где? Не знаю. Да похуй на фокус. Ну, типа давай. Давай, давай. Поехали. Что? Ну, говоришь, что... Ребята, спасибо за мой первый стрель на Твиче. Я ценю каждого. Наверно. Отключай. Отключай. Отключай, отключай. Тише, тише, тише. Короче, ребят. Все. Всем сладких снов. Вы классно провели время, на самом деле. Я думаю, мы будем делать это на постоянной основе. Да? Все классно? Ну, я ощущаю. Да. Продолжение следует...